На улице льет как из ведра, когда вы поднимаетесь на борт самолета. Если бы вы сели в машину, вы бы сразу включили дворники и фары. А пилоты тоже так делают? С самолетами связано столько вопросов, на которые пора получить ответы. Есть ли у самолетов щетки стеклоочистителя? У пассажирских – да, но их включают только при выруливании на взлетную полосу, взлете и посадке. Как только самолет набирает высоту, пилоты их выключают. Скорости движения воздушного судна достаточно, чтобы стекло очищалось от капель самостоятельно. Дворники могут отсутствовать на одномоторных самолетах, потому что поток воздуха от винта не дает каплям оседать на стекле. Что происходит, когда один из двигателей самолета выходит из строя? Командир корабля командует ему вернуться в строй. Ладно, ладно, я просто шучу. Ничего особенного не происходит. Судно продолжает полет. У каждого самолета, который летает над океанами и просто на большие расстояния, есть сертификат, в котором указано, сколько он может лететь с одним неработающим двигателем. Например, Boeing 787 летит еще более пяти часов. Этого времени достаточно, чтобы пилоты совершили безопасную посадку. Почему в самолете так холодно? Средняя температура на борту составляет 23 градуса Цельсия, почти столько же, сколько в большинстве офисных зданий. Вам кажется, что в салоне прохладно, потому что вы не двигаетесь и тело вырабатывает меньше тепла. Экипаж не включает обогрев, потому что из-за теплого воздуха некоторые пассажиры могут упасть в обморок. Есть ли у самолета клаксон? Да, а иногда даже целый тромбон. Шучу. На самом деле есть, но пилоты пользуются им только, чтобы отпугнуть птиц или привлечь в небе внимание другого воздушного судна. Эй, подвинься! Пронзительный гул можно услышать, когда самолет не движется и находится на земле. Например, когда инженер что-то проверяет в кабине пилотов и хочет привлечь внимание коллеги. Почему самолеты оставляют после себя белые полосы в небе? Так происходит, когда двигатель сжигает тепливо. Он выбрасывает воздух, воду и углекислый газ, и они смешиваются с атмосферой. Поскольку воздух на высоте холодный, а выхлопы горячие, вода конденсируется и замерзает. Из-за этого и появляются белые следы. Есть ли у самолетов тормоза? Да, у них многодисковые тормоза, изготовленные из углеродистой стали, похожие на те, что установлены в автомобилях. Но одних только тормозов недостаточно, чтобы остановить самолет, когда он касается земли. Тормозная система также включает в себя различные поверхности, которые появляются из крыльев и увеличивают лобовое сопротивление. Может ли дверь самолета открыться во время полета? Благодаря давлению в салоне такого произойти не может. Если кто-то захочет открыть дверь, ему придется преодолеть давление, эквивалентное 11 тысяч килограммов. А это, кстати, вес судового якоря. К тому же внутри самолета установлены специальные болты, которые не дадут двери открыться. Что происходит, когда в самолет попадает молния? По статистике, такое случается с каждым пассажирским самолетом хотя бы раз в год, но металлические части самолета и системы молниезащиты предотвращают накопление электричества. Так что, в большинстве случаев на корпусе судна остается лишь небольшая отметина. Почему сидения могут быть сдвинуты относительно окон? Хороший вопрос. Все пассажирские самолеты спроектированы так, чтобы сидения и окна располагались на одной линии. Но когда судно покупает авиакомпания, она часто добавляет несколько дополнительных рядов. Ведь чем больше мест, тем больше билетов можно продать. Да, при этом вы лишаетесь окна и свободного пространства для ног. Теперь понимаете, в чем дело. Зачем бортпроводники проверяют перед взлетом верхний отсек для багажа? Нет, они не хотят убедиться, что он плотно закрыт. На самом деле в нижней части этого отсека скрыт зубчатый поручень, за который бортпроводники держатся для устойчивости. Для чего нужны белые спирали на двигателях? Сотрудники, работающие рядом со взлетно-посадочной полосой, носят средства защиты от шума и не могут полагаться на слух, чтобы решить, когда уже можно подходить к самолету. Видя, что спирали крутятся, они понимают, что двигатель еще работает, и подходить к судну опасно. Зачем нужны отверстия в окнах самолетов? Окна в самолетах состоят из трех слоев органического стекла, и отверстие расположено в том, что посередине. Оно помогает регулировать огромную разницу в давлении внутри и снаружи салона, чтобы внешнее стекло не треснуло. Если оно все же не выдержит давление, среднее стекло сможет защитить внутренний слой от повреждений. Также, благодаря отверстию, окно не запотевает. Зачем на крыльях нужны крючки? При аварийной посадке на воду пассажирам приходится идти по скользкой поверхности крыльев. Чтобы сделать этот путь безопаснее, члены экипажа прикрепляют один конец троса к дверному проему, а другой проводят через крюк к крылу. Второй закрепленный трос помогает пассажирам добраться до надувной лодки. Зачем на крыльях установлены огни разного цвета? Это новогодняя иллюминация. А вот и нет. Красный огонек на конце левого крыла, зеленый на конце правого и белый на хвосте являются навигационными сигналами самолета. Они помогают другим пилотам понять, где именно находится судно и в каком направлении движется – к ним или от них. Есть ли у самолетов ключи зажигания? Поскольку ключи зажигания служат дополнительной мерой безопасности, большинству пассажирских самолетов они не нужны, потому что судно запертое в ангарах под круглосуточным наблюдением. Чтобы запустить двигатель, пилот просто нажимает на кнопки и поворачивает переключатели. Но у небольших частных самолетов, например, производства компании Cessna, есть замки зажигания для запуска двигателя и даже замки на дверях. Для чего нужны треугольники над окнами? По черным или иногда красным наклейкам члены экипажа понимают, в какое окно лучше всего смотреть, когда необходимо проверить подвижные части крыльев. Если вас укачивает во время полетов, постарайтесь выбрать место между треугольниками. Там вам будет комфортнее. Как сделать сидение просторнее? Если вам посчастливилось сидеть на месте у прохода, вы можете воспользоваться волшебной кнопкой, расположенной под ближайшим к проходу подлокотником. Нажмите на нее, и подлокотник поднимется к спинке сидения. Почему большинство самолетов белого цвета? Белый лучше других цветов отражает солнечный свет, благодаря чему самолет не перегревается. Также на белом проще заметить трещины, сколы, вмятины и прочие повреждения. Кстати, краска делает самолет тяжелее на 545 килограммов, из-за чего за полет сжигается больше топлива. Авиакомпании не красят самолеты и таким образом экономят деньги. Почему в самолетах нет парашютов для пассажиров? Как и краска, парашюты утяжеляют самолет, причем примерно на 3600 килограммов. К тому же, чтобы понять, как обращаться с парашютом, у парашютистов уходит как минимум 4 часа тренировок. И, наконец, прыгать с высоты 11 тысяч метров небезопасно из-за температуры, которая достигает минус 54 градусов. Почему самолеты не могут летать, когда на улице слишком жарко? Расстояние между молекулами в горячем воздухе намного больше, чем в холодном. Чтобы поднять самолет вверх, нужна большая плотность воздуха. Поэтому, когда температура поднимается, становится тяжелее взлетать. Кроме того, из-за жаркой погоды внутренние части судна могут перегреться, а некоторые детали расплавятся. Поэтому, если температура за окном приближается к 40 градусам, рейс могут задержать. Почему у самолетов круглые окна? У самых первых пассажирских самолетов они были квадратными, но через некоторое время судна начали летать на большей высоте, и понадобилась герметизация кабины. Частые надувы и разгерметизации приводили к тому, что окна с углами деформировались и даже разбивались. Позже их заменили на круглые. Такая форма более устойчива к давлению. Как работают кислородные маски? Вообще-то, отлично. Если на высоте происходит разгерметизация салона, кислород исчезает практически моментально. Маска же даст вам дополнительные 15 минут. Не волнуйтесь, этого времени хватит, чтобы пилот опустил самолет на высоту ниже 3000 метров, где в воздухе больше кислорода и можно нормально дышать. Из-за чего случается турбулентность? Самолет начинает трясти, как правило, из-за трех причин – бурь, гор и струйных течений. Сталкиваясь с горой, воздух создает волны, которые мощным потоком поднимаются вверх, прямо как вода в океане. Струйные течения – это полосы быстрых ветров, которые возникают при столкновении теплых воздушных масс с холодными. А грозовые облака отталкивают воздух и тем самым создают хаотичные волны. Почему самолеты иногда сбрасывают топливо? Если происходит аварийная посадка, пилоты должны быстро избавиться от лишнего веса, поскольку они не успели сжечь все топливо на запланированном маршруте. Чем легче самолет, тем мягче будет посадка и меньше вероятность, что лопнут шины или что-то загорится. Почему двери находятся с левой стороны? Как правило, командир судна сидит слева, поэтому так ему легче выравнивать самолет для присоединения телетрапа. Кроме того, когда пассажиры заходят на посадку слева, они не мешают работникам, которые с правой стороны заправляют самолет и загружают багаж. Зачем во время взлета и приземления приглушают свет? Глазам человека требуется до 30 минут, чтобы приспособиться к темноте. Экипаж приглушает свет вечером или ночью для того, чтобы в случае экстренной ситуации пассажиры смогли увидеть аварийный выход, а днем свет приглушают, чтобы сэкономить энергию. Почему кресла в большинстве самолетов синие? Этот цвет ассоциируется с безопасностью и надежностью, что немного успокаивает пассажиров с аэрофобией. Кроме того, на синем меньше видны пятна и грязь. Вот теперь вы тоже в курсе. Этот загадочный диск нужен, чтобы предотвратить попадание на борт крыс. Грызуны обычно проникают на судно по причальным цепям, поэтому на них надевают диск. Ювелирные украшения часто продаются в маленьких мешочках, у которых на самом деле есть скрытая функция, они не позволяют изделию тускнеть. Розничные продавцы заверяют, что в оригинальном мешочке кольцо или другое украшение будет в целости и сохранности. В большинстве супермаркетов апельсины продаются в сетчатых пакетах. Нет, никакого скрытого назначения у них нет, но вы можете превратить их в отличное чистящее приспособление. Просто завяжите мешочек и посмотрите, что будет, если потереть им жирную сковороду. Не нужно выковыривать джем из-за отдельной секции в контейнере с йогуртом. Такой пластик довольно гибкий, поэтому вам просто нужно сложить его пополам и вылить джем в секцию с йогуртом. Скрытая функция вантуза заключается в том, что он предназначен для раковин. Да, с туалетом он тоже справится, так что можете завести на всякий случай два вантуза сразу. Дополнительное отверстие верхней части раковины обладает множеством скрытых функций. Во-первых, если кто-нибудь забудет закрыть кран, вода не перельется через край и комнату не затопит. Во-вторых, благодаря этому отверстию вода стекает быстрее, так как оно дает выход воздуху. У большинства металлических молний внутри есть скрытый замок, который не дает ширинке расстегнуться в самый неподходящий момент. Не оставляйте язычок молнии в поднятом положении. Когда вы опускаете его, он автоматически блокируется, а все благодаря крошечным пазам, скрытым под язычком. Пена для ванны не только создает расслабляющую атмосферу и приятно пахнет. Она также помогает регулировать температуру, ведь пузырьки не дают воде остыть. Однако такой трюк работает только с акриловыми ваннами, потому что металлические в любом случае очень быстро теряют тепло. Щетки по бокам эскалаторов нужны не для того, чтобы чистить и полировать вашу обувь. Наносить воск на ворсинки во время движения эскалатора может быть весьма затруднительно. Они служат для нашей безопасности. Щетки не дают стоять нам слишком близко к краю, из-за чего вероятность, что пальто или штанину зажует, снижаются до минимума. Первые мячи для гольфа были гладкими. У современных же мячей на поверхности есть выемки, так как игроки заметили, что старые мячи обладают лучшими аэродинамическими качествами, чем новые. Тогда производители начали выпускать мячи с выемками. Если вы возьмете упаковку для алюминиевой фольги, вы увидите по бокам выступы, которые можно зажать. Благодаря им фольга не скатывается, и вам легче оторвать нужное количество. У канистр три ручки, и на то есть причина. Если вы несете канистру в одиночку, вы держитесь за центральную ручку, тем самым равномерно распределяя вес. Если же вам кто-то помогает, каждый берется за боковую ручку. Стандартным вилкам у нас нет никаких вопросов, но вы когда-нибудь обращали внимание на отверстие возле кончиков вилок, используемых в Северной и Центральной Америке? Благодаря им розетка прочно удерживает вилку и не дает ей выпасть. Как же раздражает, когда дезотерант стик почти кончился, но небольшой остаток никак не удается вытащить. Вот вам простой трюк. Отвинтите дно, возьмите карандаш и просуньте его под движущуюся основу. Так вы вытолкните то, что осталось от дезодоранта. На многих косметических продуктах сбоку есть цифра. Она не выбирается случайным образом, а говорит о сроке годности товара после вскрытия. Вот почему в качестве изображения используется открытая баночка. Валик для удаления ворса хорошо справляется с крошечными ворсинками на ткани, но вы также можете использовать его для очистки других вещей. Например, если вы хотите удалить грязь с лотка для посуды в посудомоечной машине, просто возьмите валик и поместите его в нужный отсек. Крошки, грязь и остатки пищи приклеятся к нему. Короли, изображенные на игральных картах, реальные исторические персонажи. Пики, царь Давид, Трефы, Александр Македонский, Черви, Карл Великий, Бубный Юлий Цезарь. Раньше кольца были не просто стильным аксессуаром. Знать использовала их в качестве печатей. Лучники носили кольца, чтобы защитить пальцы от повреждений тетевой, а рукодельницы от уколов иголкой. Съемные подголовники в автомобилях защищают вашу безопасность. Вытащите подголовник из сидения и вы увидите два прочных штыря. Если вы когда-нибудь окажетесь запертыми в машине, вы сможете выбраться, разбив окно этими штырями. Маленькая стрелка рядом с индикатором топлива на приборной панели автомобиля указывает, с какой стороны машины находится отверстие топливного банка. Это полезный лайфхак на случай, если вам нужно заправить арендованный автомобиль. Вероятно, все это время вы пользовались шампунем неправильно. Запомните на будущее, что его следует наносить только на корни и кожу головы. Образовавшейся пены хватит, чтобы помыть волосы по всей длине. Пуговица на обратной стороне воротника рубашки нужна для фиксации положения галстука. Но ее сделали для тонких галстуков, которые сейчас непопулярны. Так что сегодня это пуговицы лишь элемент дизайна. На упаковке ватных дисков есть ниточки, за которые можно повесить упаковку на крючок или держатель. И не нужно каждый раз растягивать и стягивать пачку. Посмотрите на дно, там есть перфорированная линия. Разорвите ее и просто вытащите ватный диск из висящей упаковки. Ходит миф, что красная сторона ластика предназначена для карандаша, а синяя для ручки. На самом деле синяя часть нужна, чтобы стирать ошибки с более толстого типа бумаги. Причем стирает она как карандаш, так и ручку. Кроме того, синяя часть ластика может отполировать украшения и почистить электронику, например, экран мобильного телефона. Также она помогает убрать самые стойкие остатки клея от наклеек, обновить замшу и очистить грязь со стен. Не нужно открывать пакетик с сахаром сбоку. Лучше рвать его посередине. Может показаться, что разница небольшая, но как минимум у вас останется меньше мусора. Небольшая V-образная нашивка прямо под воротником позволяет одежде не терять со временем форму. Она сделана из двойного слоя рифленого хлопка, как пояса и манжеты. Чтобы не пролить сок, попробуйте наливать его с другой стороны коробки, так он меньше расплескивается. Чтобы наслаждаться свежим и мягким арахисовым маслом, как можно дольше храните его верном. Так масло не будет все время оставаться на дне, а вместо этого равномерно распределиться в банке. Вы наверняка знаете, что под духовкой есть отсек для хранения еды на случай, если нужно сохранить ее в тепле. В нем также можно медленно готовить на более низких температурах. Автоматические карандаши для губ и глаз иногда снабжены встроенной точилкой. Крышка на задней части карандаша не только показывает цвет, ее можно вытащить и заточить изделие. Петли в продуктовых тележках позволяют оптимально распределять продукты, пока вы ходите по супермаркету. Вы же не хотите, чтобы ваша новая белая куртка лежала рядом с морковью и луком? Раньше металлические заклепки на джинсах позволяли карманам служить дольше и выдерживать вес тяжелых шахтерских инструментов. Но они полезны и сегодня, когда вы не храните в карманах ничего тяжелого. Заклепки укрепляют швы и продлевают срок носки джинсов. Все упаковки Тик-Так сделаны таким образом, чтобы вы могли достать только одно драже. Отверстие в крышке у них такой же формы, что и конфета. Переверните контейнер вверх дном, осторожно встряхните его, откройте крышку и вам выпадет только одно драже. Поэтому, если вы всегда открывали упаковку и трясли ее, пока целая горстка конфет не упадет вам в рот, вы ели Тик-Так неправильно. Над дверьми автомобиля обычно есть ручка. Это называется ручка... О, нет! Вы можете за нее ухватиться, если ваша бабушка захочет вспомнить молодость и немного порулить. На самом деле эти ручки очень полезны, ведь некоторым нужна дополнительная помощь. Чтобы сесть в машину и из нее выйти. А над водительской дверью ее обычно нет. Потому что вместо ручки можно использовать и руль. А еще водители могли бы держаться за ручку во время вождения, что небезопасно. У автомобильных ключей есть очень полезная особенность. Они могут управлять окнами. Попробуйте несколько секунд удерживать на ключе кнопку разблокировки. Есть вероятность, что через 5 секунд окна вашей машины волшебным образом опустятся. Если снова нажать на кнопку блокировки, окна должны закрыться. Не все знают об этой опции. Просто проверьте, вдруг ваши ключи и правда так могут. Если у вас не работает интернет, вам не помешает это игровое решение от компании Google. Вы кликаете на любимый ярлык и появляется страшное сообщение «Нет подключения к интернету». Но что это за пиксельный динозавр? Вместо того, чтобы паниковать, кликните на пробел. Эта игра стала хитом, и она более захватывающая, чем кажется. Динозавр, прыгающий через кактус, просто и гениальна. В холодные месяцы мы надеваем шапки, чтобы чувствовать себя комфортнее на улице. В следующий раз поблагодарите французских моряков за свой классный помпон. Его придумали, чтобы не биться головой о балке на корабле. Прошло несколько десятилетий, и помпоны ушли в народ. В следующий раз в самолете посмотрите на окна, и вы заметите над некоторыми из них маленькие треугольники. Они там для того, чтобы экипаж знал, откуда лучше всего смотреть на закрылки. Если в полете вас укачивает, попробуйте выбрать место между этими треугольниками. Вы будете находиться между крыльями, прямо в центре самолета, что обеспечит максимально плавный полет. Езда в пробке пробуждает голод, скуку и любопытство. Вы когда-нибудь задумывались о черных точках и черной линии по краям лобового стекла? Они выглядят круто, но наверняка были сделаны не для красоты. Черная линия из точек называется фриты, и она нужна, чтобы лобовое стекло не выскакивало из машины. Да, это важно. Рис быстрого приготовления любит переворачиваться в микроволновке. Возможно, вы с этим сталкивались, пытаясь как-то удержать упаковку в вертикальном положении. Оказывается, на упаковке снизу есть клапаны, которые создают прочную основу. Просто вытолкните их. И почему этому не учат в школе? Неужели эта недопитая двухлитровая бутылка колы уже выдохлась? Вылейте ее не в канализацию, а в компостную кучу. Сахар питает полезные микроорганизмы и повышает кислотность, помогая органическому материалу быстрее разлагаться. Любые ножницы рано или поздно затупятся. На вашей кухне есть то, что поможет быстро вернуть их к жизни. Алюминиевая фольга нужна не только для остатков лазаньи. Сложите лист бумаги в четверо и начните резать. Разрезание фольги приведет к заточке ножниц, если, конечно, они не слишком тупые. Спасите их, пока еще не поздно. Маленькие щетки на эскалаторе нужны не для чистки обуви, хотя это и удобно. Щетинки нужны для безопасности. Без них одежду, шнурки и сумки может затянуть внутрь, если подойти слишком близко к краю. А еще щеточки щекочут вас и напоминают, что нужно смотреть вниз. Не бойтесь, это не насекомые заползают к вам под брюки. Что вы знаете о поясных ремнях? Некоторые военные куртки использовались в качестве одеял, а пояс помогал закрепить лишний материал, чтобы он не мешал солдатам. Со временем ремни превратились в модный аксессуар. Что может быть хуже, чем случайно скрепить степлером несколько страниц? Есть идеи? Только вырвать вместе со скрепкой кусок важного документа, пытаясь это исправить. Хорошо, что есть лайфхак, который поможет избежать подобных проблем. Взгляните на железную пластинку на передней панели степлера. Это наковальня. Переверните степлер и отрегулируйте ее. По сути, это перевод степлера во временный режим, и больше не придется оплакивать испорченные документы. Люди обычно неправильно используют накладки на сиденье унитазов. Все почему-то отрывают этот язычок, а зря. Вместо этого опустите его в чашу унитаза, и когда вы смоете воду, она потянет язычок и смоет всю накладку. Очень удобно! Этот темный прямоугольник на тюбике зубной пасты... Зачем он нужен? Быть может, это цветовая маркировка, которая сообщает, какие ингредиенты там содержатся, чтобы вы могли отличить синтетическую пасту от натуральной. Жаль вас разочаровывать, но все куда скучнее. Это маркировка для сборочных машин. Она помогает машинам понять, где тюбик нужно разрезать и свернуть. Представьте, что вы едете домой из магазина, слишком резко поворачиваете и... БАМ! Звук такой, будто в багажнике началось извержение вулкана. Загляните в багажник. Наверняка вы найдете там несколько маленьких крючков. На них удобно вешать пакеты. А в некоторых автомобилях они находятся за передними сидениями. Туда можно вешать одежду и пакеты с фастфудом. Вы наверняка замечали, как члены экипажа прикасаются к верхним полкам, когда идут по проходу в самолете. Нет, им вовсе не нравится их трогать. Просто по краям есть ручки, чтобы держаться при ходьбе. В следующий раз, когда вам захочется пройтись, попробуйте их использовать. Это лучше, чем хвататься за чужие подголовники и раздражать других пассажиров. Блестящая латунная дверная ручка смотрится очень эффектно. Но она нужна не только для красоты. Латунь, как и все, что содержит медь, обладает антимикробными свойствами. Микробы ее ненавидят. В местах с интенсивным потоком людей латунные ручки – идеальный способ избавляться от вредных микробов, не используя агрессивные химикаты. Правда, латунь стоит намного дороже других металлов, поэтому в наше время ее используют редко. На вашей зубной щетке есть узор из синих щетинок, разбавляющих обычные белые. С ними зубная щетка выглядит более стильно. Но они нужны не для этого. У щетинок есть весьма практичное назначение. Синий краситель через какое-то время стирается, намекая, что щетку пора менять. Вообще, это стоит делать раз в 3-4 месяца, и синие щетинки ненавязчиво напомнят, если вы пропустите срок. Вы ходите по ним каждый день и никогда об этом не задумываетесь. Почему крышки канализационных люков всегда круглые? В Древнем Риме они были квадратными и сделанными из камня. Прямые края приводили к ушибам пальцев ног и несчастным случаям. Круглые крышки свели эти проблемы на нет. Плюс такие люки можно открыть только с помощью специального инструмента. Термос изобрел шотландский ученый, но не для того, чтобы кофе не остывал. Он хотел сохранить некоторые химикаты при стабильной температуре, для чего поместил маленькую бутылочку внутрь большой, а затем откачал воздух из промежутка между двумя емкостями. Эта техника используется и для изготовления современных термосов. Подушечка для булавок есть почти в каждом доме, и она часто имеет форму помидора. Вы когда-нибудь задумывались об этой маленькой клубнике? Она ведь не растет на помидорах. Ягода предназначена для иглы, которой вы пользуетесь сейчас, чтобы не потерять ее в большой общей куче. Когда твердый дезодорант стик вроде бы заканчивается, в нем еще остается много средства. Есть простой лайфхак, чтобы его вытащить. Отвинтите нижнюю часть и подтолкните средство вверх. Дезодоранты хватит еще на несколько дней. Некоторые до сих пор уезжают с заправки со шлангом в бензобаке. К счастью, топливные компании нашли решение. Если кто-то забывает вытащить шланг и трогается, магнитный разъем на заправочном пистолете отсоединяется при натяжении. Так забывчивый водитель не заберет с собой бензоколонку. Открывать банки бывает непросто, даже самым сильным. Как же добыть этот соленый огурец? Вот вам идея. Наденьте резиновые перчатки. Они не только защищают руки при уборке, но и обеспечивают дополнительное сцепление. Теперь ваша жизнь стала немного проще. Не благодарите. Итак, петли на тележках для продуктов делаются не просто так. Вы наверняка не хотите, чтобы ваша куртка валялась в тележке вместе с картошкой и луком. Вместо этого ее можно повесить на петлю. Она здесь для того, чтобы вам было удобнее управляться с тележкой. Тележки также имеют удобную секцию снизу. Когда ваша тележка заполнилась, просто поднимите ее и прикрепите к ней корзину для дополнительных покупок. Приподнимите металлическую конструкцию, поставьте корзину на горизонтальную перекладину над колесами и закрепите ее крючками. Если у вас в зубах застряла надоедливая петрушка, попробуйте следующее. Чтобы было легче от нее избавиться с помощью простой зубной нити, нужно создать больше напряжения. Для этого просто завяжите на нити узел. Полоски зубной пасты могут показаться немного странными. На самом деле это маркетинговый ход. Еще в 70-х годах компания, производящая зубную пасту, добавила синюю полосу, чтобы показать, что паста имеет двойное действие. Твердые белые зубные пасты работают так же хорошо. Но вот синие щетинки на зубной щетке действительно имеют смысл. Со временем они постепенно теряют свой цвет. Когда синева тускнеет, значит пришло время сменить зубную щетку. Вы когда-нибудь замечали маленькую дырочку на дне замка? Она сливает воду, чтобы замок не ржавел. Это также место для его смазывания. Нужно капнуть туда каплю масла, чтобы замок открывался и закрывался намного легче. Говорят, что гребни на ребре мелких монеток делаются не просто так. Раньше люди стачивали края, чтобы затем делать из них другие монеты. Но благодаря новому дизайну этот трюк больше невозможен. Если у вас не получается почистить апельсин, вот прекрасный способ, как это можно сделать. Сначала отрежьте верхнюю и нижнюю части, сделайте разрез сбоку и снимите кожуру. Этот выдающийся кусочек, торчащий из колпачка вашего любимого крема, здесь не просто так. Обычно тюбики запечатываются фольгой, поэтому если не хотите сломать ногти, открывая их, просто переверните крышку и как следует нажмите. Крошечный резиновый диск под каждой крышкой бутылки предназначен не только для того, чтобы каждый раз проверять, не выиграли ли вы пожизненный запас газировки. Это то, что делает ваш напиток таким приятным и игристым. Крышка удерживает жидкость внутри, а резиновый диск удерживает внутри газ. Пока, конечно, вы его не выпьете. Если использовать синюю сторону ластика для стирания ручки, то ваши блокноты будут похожи на решето. Синяя сторона предназначена для тех случаев, когда вам нужно стереть что-то на гораздо более толстой бумаге. Она хорошо стирает и карандаш, и даже чернила, если, конечно, бумага достаточно толстая. Ваши заколки не будут держаться на месте, если канавки направлены не в ту сторону. Они всегда должны быть внизу, ближе к голове. Все еще болтается? Нанесите на заколку немного лака для волос. Многие стеклянные бутылки обычно имеют какое-то загадочное углубление на дне. Это удобно, если вы хотите немного подурачиться. Приложите к углублению большой палец и начните наливать жидкость. Техническое название этого элемента – пунт. Сахар в стиках в вашей местной кофейне можно открывать намного проще. Посмотрите, как они счастливы. Попробуйте разломить стик прямо посередине. Сахар больше не попадет на пальцы, и нет крошечного оторванного кусочка бумаги. Даже ваш кофе стал счастливее. У каждой упаковки ватных дисков есть шнурки, поэтому можно вешать ее на любой крючок в ванной комнате. Но вовсе не нужно каждый раз, доставая ватный диск, ослаблять и снова затягивать эти шнурки. Внимательно посмотрите на нижнюю часть упаковки. Там есть перфорированная линия. Осторожно ее разорвите. Вот и все. Дверные ручки обычно изготавливаются из латуни, бронзы или какого-нибудь другого медного сплава. Как думаете, почему? Потому что они обладают антибактериальным эффектом и препятствуют размножению микробов. Всего через пару часов надоедливые микробы исчезнут. Но все равно не забывайте регулярно мыть руки. У бутылок длинные горлышки не просто так. Держите горлышко, а не бутылку, если хотите насладиться холодным напитком. Две застежки? Слишком много? Может быть. Но они вам очень пригодятся в качестве противоугонного устройства. Просто заприте их вместе. Теперь никто не сможет открыть ваш рюкзак. У вас что, нет замка? Ну ладно, тогда вам можно просто связать их вместе с помощью какой-нибудь веревки или даже скрепки. Да чем угодно, лишь бы помешать карманникам. Эта крошечная пуговица на задней стороне воротника рубашки нужна для того, чтобы ваш галстук оставался на месте. Вы же не хотите, чтобы он постоянно смещался в разные стороны. Производители обуви заботятся о своих клиентах. Поэтому у большинства кроссовок теперь есть специальная система защиты, чтобы ноги в них не болтались. Звучит сложно, но на самом деле это просто дополнительная дырка на кроссовках. Сделайте петлю с дополнительным отверстием, вставив шнурок сзади. Скрестите шнурки и проденьте их в петли. Теперь потяните шнурки вниз, чтобы зафиксировать ногу на месте. А теперь бегите! При покупке сумок, обуви, а иногда даже и закусок, вы можете обнаружить в коробках маленькие пакетики с силикагелем. Не выбрасывайте их. Они впитывают лишнюю влагу, поэтому каждый раз, когда ваша обувь становится немного влажной, бросьте в неё несколько пакетов геля на ночь. Возможно, всё это время вы неправильно использовали свой шампунь. Наносить его нужно не на волосы, а на корни. Пена, которая от этого получится, всё равно будет стекать по всей длине волос. Поля блокнотов на самом деле не для того, чтобы делать на них заметки или рисовать. Они были изобретены, чтобы защитить записи. Раньше людям приходилось жить с голодными крысами и мышами, которые грызли всё подряд, в том числе и бумагу, бессовестно съедая рукописные труды человека. Линии полей делались для того, чтобы люди писали дальше от краёв, которые страдали в первую очередь. Одноразовые стаканы – это главный элемент любой вечеринки с барбекю. Но они даже круче, чем вы думали. Их можно использовать и для измерения жидкостей. Нижняя строка равна 30 миллиметрам, вторая – 148, а третья – 355. Если вам нравится пить чай с молоком, в следующий раз попробуйте вот что. Наливайте молоко с другой стороны коробки. Так оно меньше расплёскивается. В целом автомобильные подголовники нужны для удобства, а вот съёмные – для безопасности. Если вы вытащите подголовник, то увидите там два металлических бруска. Если вы когда-нибудь окажетесь в ловушке в машине, вы можете использовать их, чтобы разбить окно и выбраться. У женских рубашек пуговицы находятся слева. Несмотря на то, что около 85% людей правши, было бы гораздо логичнее делать их справа. Всё дело в том, что раньше у богатых женщин были горничные, которые помогали им одеваться. Поэтому специально для их удобства пуговицы делали именно слева. И эта традиция сохраняется до сих пор. Ярлычок на зеркале заднего вида – действительно очень полезная штука. На него можно повесить освежитель воздуха. Большие пушистые кубики – может быть даже большой смайлик. На самом деле он нужен для переключения дневного и ночного режимов вашего зеркала. Когда на улице темно, ночной режим блокирует блики от автомобилей, которые едут позади вас. У ложечки для десерта Макфлури – квадратная ручка. Она крепится непосредственно к автомату для мороженого. И мороженое с начинкой смешиваются вместе прямо в стаканчике. Это экономит сотрудникам массу времени и воду, потому что не нужно промывать машину после каждой порции. Деревянные вешалки такие горячие, что могут сжечь вашу одежду. Нет, на самом деле все совсем не так. Но они выглядят куда лучше и натуральнее. Однако есть и другая причина, чтобы их использовать. Обычно они делаются из кедра – естественного репеллента от моли. Бонусный совет! Положите в шкаф сухую апельсиновую корку, и моль там больше никогда не появится. В следующий раз, когда будете собираться на работу, присмотритесь повнимательнее к своей рубашке. Каждое отверстие для пуговицы прошито вертикально, но взгляните на самое последнее – оно сделано горизонтально. А все потому, что нижняя часть вашей рубашки испытывает наибольшее напряжение от натягивания, так как именно там находятся ваши бедра. Поэтому горизонтальное отверстие для пуговицы сделано вовсе не по ошибке, а чтобы ваша рубашка не рвалась при движении бедер. Слой пузырьков, который образуется, когда вы добавляете пену в свою ванну, существует не только для удовольствия. Он также помогает дольше сохранять тепло в вашей ванне. Помпон на верхней части вашей шапочки – совсем не какой-то модный аксессуар. Изначально помпоны делались для того, чтобы моряки не бились головами, а слишком низкие потолки кораблей. В крекерах есть отверстия, чтобы они не трескались и не ломались во время выпекания. Если бы отверстий не было, внутри крекера образовывался бы пар, и печенье деформировалось бы. Цифры на наклейках у апельсинов не случайны. Если там есть четыре цифры, и первая из них – три или четыре, это означает, что фрукты были изготовлены с использованием традиционных методов введения сельского хозяйства. Пять цифр, начинающихся с восьмерки, означают, что апельсин был генетически модифицирован. Пять чисел, начинающихся с девятки, означают, что плод является органическим. Поля на бумаге предназначены совсем не для записи, даты нумерации. Изначально они выполняли защитные функции. Когда-то крысы представляли огромную проблему для жилища человека и, кроме всего прочего, очень любили грызть бумагу. Поля были мерой предосторожности, чтобы крысы грызли бумагу лишь по краям и не допирались до рукописных текстов. Выкладывая купленную на вынос китайскую еду на тарелку, вы совершаете лишнюю работу. Как и любой бумажный горшочек с приправами, в ресторанах быстрого питания картонную коробку можно развернуть, чтобы получилась тарелка идеального размера, как раз для вашей еды. Длинное горлышко на вашей бутылке с газированным напитком разработано таким образом, чтобы держать ее рукой именно там. Так тепло от вашей руки будет греть только верхнюю часть бутылки, не нагревая весь напиток. Почему на лацкане есть петлицы без соответствующей пуговицы? Первоначально пуговица у пальто и курток была, так владелец мог поднять воротник и застегнуть его на шею, чтобы согреться. Со временем люди перестали это делать и пуговицу убрали, но многие производители костюмов все еще сохраняют петлицу. Довольно трудно разглядеть свою еду в микроволновой печи из-за этой надоедливой черной решетки, но она там для того, чтобы предотвратить утечку вредных микроволн. Это клетка Фарадея, она защищает вас и одновременно служит гарантией, что ваша еда приготовится правильно. Примечательный ромбик на вашем рюкзаке называется язычок или пятачок. С его помощью можно продевать шнуры через отверстия для переноски дополнительного снаряжения. Идеально подходит для кемпинга или дальних походов. Мячики для гольфа не идеально круглые, а покрыты ямочками. Благодаря им мяч двигается по воздуху более плавно, с меньшим сопротивлением, а значит пролетает дальше и быстрее. Подушечки для макияжа по какой-то причине имеют две разные стороны. Неровная сторона используется для нанесения макияжа, в то время как другая предназначена для его удаления. Отверстия у пончиков нужны для того, чтобы внутри и снаружи они пропекались равномерно. До того, как были придуманы эти отверстия, внутренняя сторона обычно была жирной и рыхлой, а снаружи они были хрустящими. Зарядное устройство для ноутбука Apple имеет крошечные ножки, которые можно сложить, и у них есть важная функция. Эти ножки в развернутом виде позволяют обернуть кабель, а затем закрепить его на месте, предотвращая запутывания или повреждения. Взгляните на бутылку содовой, и внутри крышки бутылки вы увидите диск. Он отвечает за то, чтобы жидкость дольше оставалась газированной. Отверстие в полой палочке для леденцов вовсе не предотвращает удушье, если ее когда-нибудь проглотить. На самом деле оно нужно, чтобы удерживать конфеты на месте. Излишки конфет стекают в полую трубку, и леденец остается на месте. Если бы палочка была гладкой, конфета легко бы соскальзывала. Молния на кожаных байкерских куртках часто пришивается по диагонали. Это не просто дань моде. Молнии, сшитые вертикально, могут сбиться в кучу, если владелец наклонится вперед, а диагональная молния останется на месте. Маленький треугольник на панели автомобиля предназначен для того, чтобы вы знали, с какой стороны автомобиля находится крышка топливного бака. Теперь вы даже на арендованной машине легко определите нужную сторону. Пылесосы поставляются с разным количеством насадок, но кто знает, для чего пылесосу, эта насадка с длинной щетиной. Она нужна для вытирания пыли и к тому же идеально подходит для чистки картин в рамах, жалюзи и обожилов. Эти крошечные отверстия в лотке для шоколадных коробок на самом деле выполняют определенную функцию. Нажмите на отверстие рядом с конфетой, и она выскочит к вам в руки, и вам не придется пачкаться. Очень удобно. В некоторых небоскребах есть этажи, где нет ничего, кроме лифта. На самом деле, это способ обойти ограничения по высоте. Такие пустые этажи увеличивают высоту здания и делают его более впечатляющим, не нарушая при этом контракт на строительство. Также пустые этажи помогают предотвратить распространение по зданию пожара. Пуговицы на женской рубашке традиционно находятся слева не просто так. Дело в том, что раньше такое их положение было своеобразным подтверждением богатства. Если женщину собирала горничная, ей было удобнее застегивать рубашку слева направо. Ваши кутикулы выполняют важную функцию, поэтому подумайте, прежде чем от них избавляться. Небольшой участок кожи предназначен для защиты ногтей от инфекции. Без него внутрь могут проникнуть бактерии и грибок. В чем разница между деревянной вешалкой и пластиковой? Помимо того, что вешалки из кедрового дерева помогают сохранять форму одежды, они также отпугивают моль и насекомых. Если внимательно посмотреть на дверь лифта, можно заметить крошечную дырочку. На самом деле, это замочная скважина, используемая в чрезвычайных ситуациях или для планового технического обслуживания. Случайные пуговицы, разбросанные по вашим джинсам, называются заклепками и расположены в самых слабых местах, чтобы защищать джинсы от разрыва из-за напряжения или движения. Корона, статуя свободы, имеет семь лучей не просто так. Они представляют семь морей и семь континентов, на которые статуя распространит свободу и независимость. Чемоданы часто делают с двумя молниями, чтобы к ним для пущей сохранности можно было прикреплять замок. Соль используется не только для приготовления пищи, она может избавлять от неприятных запахов. Втирание соли в кончике пальцев после измельчения чеснока поможет устранить запах. Это работает и для обуви. Если вы спешите, а у вашего телефона низкий заряд, переключите его в режим полета, так он будет заряжаться намного быстрее. У мужских рубашек на спине есть петля, чтобы их можно было вешать на крючок в раздевалке, чтобы они не мялись. Вазелин имеет скрытое назначение. Он отлично подходит для удаления потертостей с лакированной кожаной обуви, а еще обувь от этого будет блестеть. В багажниках есть аварийная защелка, если вы когда-нибудь вдруг случайно там запретесь. Если поискать вокруг, ее действительно можно найти, и все, что нужно будет сделать, просто потянуть за нее, тогда багажник должен открыться. Тостеры имеют секретный отсек в нижней части, который можно открыть и почистить от хлебных крошек. Взгляните на клавиатуру вашего ноутбука. На клавишах с буквами А и О есть небольшие выпуклости. Когда ваши пальцы находятся в оптимальном положении для набора текста, указательные пальцы должны лежать на этих двух клавишах. Бугарки были сделаны для метода слепой печати, чтобы можно было правильно расположить руки для набора текста, не глядя на клавиатуру. Есть множество удивительных функций у вещей, изначально предназначенных для других целей. Мы рассмотрим некоторые из них, а еще предметы повседневного обихода, о дополнительных возможностях которых вы не догадывались. Давайте как следует повеселимся! Сегодня во многих кухонных ножницах есть зазубренное отверстие на стыке ручек и лезвий. Его можно использовать в качестве ножа для очистки стебля для трав вроде тимьяна, розмарина и шмидт-лука. Экономит кучу времени на удаление листьев вручную. А если у вас нет вазы, можно преподнести розы второй половинки. Только будьте осторожны, передовая ножница. Металлический язычок на банках газировки можно перевернуть и поставить трубочку, чтобы не приходилось придерживать ее пальцами. Язычок-холдер заменил язычок-колечко, созданный в начале 60-х. Вы его помните, да? Они бывали довольно острыми, легко ломались и представляли угрозу для окружающих. Теперь туда можно засунуть соломинку, пускать пузыри и устраивать беспорядок. Иногда вместе с одеждой вам достается пластиковый пакетик с дополнительной пуговицей и кусочком ткани. Ткань может использоваться для небольшого ремонта и еще на ней можно тестировать воздействие чистящих средств, а также режимов стирки, прежде чем стирать саму вещь. Или вообще использовать вместо носового платка. Я ничего такого не имел в виду. Отвертку можно использовать как рычаг, если не удается что-то поднять или сдвинуть. У некоторых из них есть еще и шестиугольная ручка, которая удобно ложится в гаечный ключ. Его можно использовать для улучшения вращения или опять же в качестве рычага. Так намного удобнее. Некоторые не так уж сильны. Ну или только я. Канцелярские резинки имеют множество преимуществ, но если вам трудно открыть бутылку, резинку можно обернуть вокруг крышечки для улучшения захвата. Пушистые щетки нужны на эскалаторах по той же причине, что и желтые линии на ступеньках. Они мешают нам приближаться к опасным участкам. Люди не всегда обращают на это внимание и одежда может слишком близко подобраться к краю ступеньки. Щетки помогают предотвратить подобное. А еще они не дают разные мелочи свалиться в щель. В джинсах есть две одновременно функциональные и слегка сентиментальные особенности. Металлические заклепки вокруг карманов помогают зафиксировать точки напряжения. Это гарантирует, что они прослужат чуть дольше обычного, хотя заклепки есть не на всех джинсах. У многих джинсов над основным карманом до сих пор есть крошечный карман. Изначально он был предназначен для карманных часов. Несмотря на то, что часы канули в прошлое, многие люди хранят в кармане монетки, кольца или даже флешки. Может это и очевидно, но насечки на шинах нужны для сцепления с дорогой. Также они служат отличным индикатором износа покрышек. Если борозды стали мельче и покрышки практически сгладились, пора их менять. Если вы этого не сделаете, то при следующем резком торможении рискуете обнаружить, что машина превратилась в огромные ролики. Контейнеры для еды, которые по большей части ассоциируются с китайскими ресторанами, предназначены не только для доставки, но и для хранения в холодильнике. А еще вы можете есть прямо из них и не переживать по поводу грязной посуды. Да, на самом деле их запатентовали в 1894 году для перевозки свежевыловленных устриц. Их даже называли ведерко для устриц. Позже их превратили в водонепроницаемые контейнеры для еды. Сидя в самолете и выглядывая в окно, вы могли заметить небольшие отверстия или, в некоторых случаях, одно отверстие в самом низу. Это вентиляционное отверстие, предназначенное для уравновешивания разницы воздушного давления внутри кабины и снаружи, особенно на большой высоте. А еще оно регулирует влажность между стеклами, предотвращая образование изморозей и обеспечивая вас ценным обзором. Простите, кажется, никаких смайликов на иллюминаторе. Японская компания впервые представила его еще в 1956 году. Круто! Изобретатели вдохновились отламывающимися на шоколадных плитках рядами. Только не перепутайте! Лезвие нельзя есть! Посмотрите на измерительную ленту. На металлическом кончике почти всех рулеток есть небольшое отверстие. Это зацеп для гвоздей. Он фиксирует ленту на гвозде или шурупе. Удобный лайфхак, который помогает делать замеры самостоятельно. Очень полезно. Углубление с одной стороны невидимок позволяет лучше зафиксировать прическу. Безумная идея, да? Ровная сторона должна смотреть вверх, волнообразная, касаться головы. В английском их называют бобби пинс из-за прически, популярной в 20-х годах 20-го века, хотя сами заколки изобрели еще в 19-м. Прическа ушла, а заколки остались. Пожалуйста, снимайте их перед мытьем головы, иначе они могут повредить волосы. Замечали во время поездок на автобусах и автомобилях текстурные черные точки, образующие шероховатую поверхность? Конечно, это не дизайнерское решение, а фриты капельки керамической краски. Они защищают стекло от ультрафиолета, а еще к такой поверхности удобнее крепить пленку. Если видите розовый комок клея в углу, прошу вас, не трогайте его. Это чья-то старая жвачка. Посмотрев на дно замка, вы, скорее всего, обнаружите одно-два небольших отверстия. Оно предназначено для отвода воды, скопившейся внутри после дождя. Такой микродренаж предотвращает ржавление внутреннего механизма и его замерзание в холодную погоду. Если замок, наоборот, заклинило, внутрь можно залить вещество на масляной основе, чтобы вернуть замок к жизни. Если вы потеряли ключи и хотите облегчить страдания, можно покричать в замочную скважину. Это не поможет ее открыть. Зато вам станет лучше. На спинке внутри некоторых классических рубашек можно найти тканевую петлю. Да, верно. Это петля для крючков. Говорят, петли начали использовать в морском флоте, поскольку одежду можно было легко повесить на стену. В 60-е В 60-е годы в колледжах модно было носить рубашки, застегнутые на все пуговицы, из-за чего их было трудно повесить, поэтому дизайнеры переместили петлю назад. Если студент снимал петлю, это значило, что у него появилась девушка. Если только друг не отрывал ее шутки ради, тогда все вокруг начнут спрашивать, с кем вы встречаетесь? Это еще не конец истории, но нет времени зависать. Да, хорошо. Специально. Мне нравится. Вы когда-нибудь задумывались, зачем нужны небольшие насечки по краям монет? Эта традиция осталась с тех времен, когда они стоили больше. Фальшивомонетчики могли легко подпилить края, продать их как золотые или серебряные монеты и хорошо заработать. Насечки придумали, чтобы было легко понять, какие монеты обточили. В современном мире это больше не нужно, однако прежний стиль монет сохранился. Если вам когда-нибудь станет очень скучно, можете попробовать подсчитать, сколько на монете насечек. Вообще-то идея довольно нудная. Лучше посмотрите еще одно видео Admi. Задумывались ли вы когда-нибудь об удивительных тайнах повседневных вещей? Например, о крошечных дверцах в стиральных машинах и небольших отверстиях в иллюминаторах. Если вы понятия не имеете о чем я, присоединяйтесь и не пожалеете. Помните ящик внизу под духовкой плиты? Наверняка вы пользуетесь им только для того, чтобы хранить там сковородки и кастрюли. Его, конечно, можно использовать для этих целей, но не только. на самом деле этот ящик нужен для подогрева еды перед подачей на стол. Гениально, правда? Кстати, о тайных дверях. Замечали крохотный люк внизу стиральной машины? За этой дверцей находится сливной сифон. Здесь можно найти все, что вы оставили в карманах джинсов и курток перед стиркой. Это такой собиратель мелких вещей, который не дает им попасть в главные трубы и предотвращает возможные засоры. А еще он экономит нам кучу денег. Наверняка у каждого из нас хоть раз бывали муки выбора, когда нужно отмерить правильное количество спагетти для одной порции. Вот решение. Специальные ложки с отверстием в центре, которые рассчитаны как раз на порцию для одного человека. Только не пытайтесь уместить там готовые. Кстати, об отверстиях. Никогда не интересовались, почему они есть в колпачках для ручек? Может быть, это для регулировки воздушного давления? На самом деле, такие отверстия служат простой и очень важной функцией снижению риска удушья. Многие любят жевать колпачки, а если человек случайно проглотит его, крохотное отверстие не позволит задохнуться, если колпачок застрянет в горле. Любители готовки обрадуются простой хитрости, которая всегда под рукой. Представьте себе кастрюлю, а теперь ее ручки, правильно, в них есть отверстие. Как оказалось, они были придуманы для того, чтобы держать там ложку во время готовки. кастрюлю. И чтобы не пачкать соусом всю кухню, можно просто положить ложку в отверстие, и он будет стекать в кастрюлю. Красота! Вернемся к привычным вещам. Многие дверные ручки сделаны из меди, потому что на этом материале не скапливаются микробы. В отличие от пластиковых, медные дверные ручки просто волшебные. Они самоочищаются, и вам ничего уже делать не нужно. Круто, правда? Замечали ли вы крохотное углубление на рулетке? Оно расположено на крючке, за который нужно потянуть. Так вот, углубление идеально подходит для шляпки обыкновенного гвоздя. Можно вбить гвоздь и закрепить на нем конец ленты, чтобы провести измерение. Жду не дождусь, когда я смогу это проверить. А поля в тетрадях придумали, чтобы защитить записи от мышей. Нет, нет, не для того, чтобы они не списывали ответы на контрольную. Раньше людям приходилось жить в тесном контакте с мышами и крысами, которые частенько грызли бумагу. И чтобы записи совсем не исчезли, люди изобрели поля. Текст сдвигался ближе к середине страницы и грызуны не могли ему навредить. Может быть, выражение «переварить информацию» тоже пошло оттуда. А что насчет небольших отверстий внизу иллюминаторов? Они выполняют важную миссию регулируют давление воздуха в салоне. Другими словами, помогают самолету летать. Огромная ответственность! Кстати, откидные столики в самолете самое грязное место во всем салоне. На них обнаружили в 8 раз больше микробов, чем на кнопке слива унитаза. А что если мы разрежем обычный самолет пополам и заглянем внутрь? Выглядеть это будет примерно так. Сиденье сверху, а все, что нужно перевести внизу. Я имею в виду пассажирский багаж, предметы первой необходимости, части системы крыла и так далее. А теперь перекатимся к шарам для боулинга. Знаю, звучит не очень. Но задумывались ли вы когда-нибудь о том, как этот шар выглядит изнутри? Если профессиональный шар для боулинга разрезать пополам, вы заметите знакомое очертание. Ничего не напоминает? Ну, к примеру, логотип Эдми. Профессиональные шары для боулинга отличаются от тех, которые можно увидеть в местных торговых центрах. Это потому, что они были сделаны так, чтобы выполнять разные причудливые движения. Их внутренняя конструкция довольно сложная. Она помогает профессионалам выбить больше страйков. В таких шарах для боулинга ядро обеспечивает смещение центра тяжести во время движения по дорожке. Из-за этого им сложнее попасть в желоба по бокам. Кстати, о мячах. Давайте заглянем внутрь бейсбольного. Он сделан из нескольких слоев, что позволяет ему сохранять легкость и аэродинамичность. Середина сделана из пробкового материала, обтянутого черной резиной. Затем идет слой красной резины, за которым следует два или три чередующихся слоя шерстяной пряжи. И, наконец, слой белой кожи и красивый красный шов сбоку, который все скрепляет. Представьте, что обладаете рентгеновским зрением и можете заглянуть внутрь кости человека. Ну и жуть. Я думаю, что ваше внимание привлечет так называемая паутина в центре кости. На самом деле, это сгущенная и сложная структура нервов, которые находятся внутри ваших костей. Здорово! А теперь загадка. Что круглое можно найти у океана, учитывая, что оно похоже на музей Гугенхайма в Нью-Йорке, который почти полностью состоит из пандусов? Если ваш ответ раковина наутилуса, то вы угадали. Наутилус это моллюск, дом, которого можно найти во всех сувенирных магазинчиках на море. Раковина состоит из двух слоев, матового белого внешнего и переливающегося внутреннего. А если разрезать ее пополам, будет похоже на интерьер музея Гугенхайма. Листья алои используются в лечебных целях, а также для увлажнения кожи. Но если вам удастся заглянуть внутрь листа, то, что вы увидите, вам очень понравится. Кто не мечтал о бассейне из желе? Что может быть проще и привычнее тюбика зубной пасты? А как насчет ее разноцветного варианта? Многие думали, что внутри такого тюбика могут быть перегородки, чтобы полоски пасты не смешивались. Но если разрезать его пополам, вы увидите, что внутри тюбика ничего такого нет. Оказалось, над созданием полосатой зубной пасты пришлось потрудиться. По словам специалиста, нужно следить за тем, чтобы все полоски пасты имели одинаковые физические свойства. Именно поэтому разные цвета не смешиваются. Поэтому если разорвать тюбик, вы увидите что-то похожее на несколько разноцветных в вашем шкафу наверняка найдется парочка деревянных вешалок. Обычно их делают из кедра, который является природным репеллентом. Так что вешалки из кедра действительно защищают одежду от нашествия моли. Некоторые люди не выходят на улицу без подводки для глаз. Правда? Но знаете ли вы, что еще в древнем Египте и мужчины и женщины использовали подводку для глаз, чтобы защитить их от солнца? Спасибо египтянам за это изобретение. Теперь бы еще научиться ходить, как они. Обычно подголовники нам нужны для того, чтобы... ну, чтобы голова отдохнула, верно? но не только. Подголовники можно легко снять с сидения и в случае крайней необходимости разбить ими окно в машине. Об этой хитрости мало кто знает. Наверняка коврик в прихожей вы кладете горизонтально, как и многие из нас. Но они нужны для того, чтобы грязь с подошв обуви осталась на коврике прежде, чем вы войдете в дом. Чтобы коврик выполнял свою функцию правильно, лучше повернуть его вертикально. Тогда, прежде чем войти в дом, вы сделаете больше шагов по коврику. И последнее по списку, но не по значению. Не хочу никого обвинять, но, скорее всего, вы неправильно пылесосите дома, и я могу это доказать. Многие просто пылесосят полы и ковры в одном направлении или несколько раз двигают щеткой вперед-назад, думая, что убрали всю пыль. Но профессионалы считают, что лучше всего пылесосить рядами. Сначала вы двигаете щетку вперед, пока не доберетесь до конца ряда. Затем ковер нужно немного распушить и двигаться вниз по тому же ряду, чтобы собрать всю оставшуюся пыль. Кстати, об эффективной уборке. Вообще-то, я предпочитаю убирать комнату только мысленно. Не хочу нарушать защитный слой пыли. Одежда дорожных рабочих и строителей обычно оранжевого цвета, так как он виден даже в плохую погоду. Этот цвет идеально подходит для привлечения внимания. Недаром спасательные жилеты и дорожные конусы тоже оранжевого цвета. Знак стоп имеет форму восьмиугольника, чтобы водители легче его узнавали. Даже сзади. Когда знаки еще не были светоотражающими, восьмиугольник не давал водителям спутать знак стоп с любым другим знаком ночью. Ребристые полосы по сторонам дороги нужны, чтобы предупреждать водителей, задремавших за рулем. Когда колесо попадает на эти полосы, шум и вибрация работают как будильник. На топливных шлангах на заправочных станциях магнитные замки. Они нужны на случай, если кто-то попытается уехать с заправочным пистолетом, все еще вставленным в машину. Замок автоматически отсоединяет шланг. Какой стыд! Бензин в лужах похож на радугу, так как он не может смешаться с водой. Он формирует тонкую мембрану над ней. Когда свет отражается от мембраны и воды одновременно, вы видите радугу. Тройная рукоятка канистры нужна для того, чтобы двум людям было удобнее ее нести, и горючее распределялось равномерно. Еще в канистрах часто есть второе отверстие, которое нужно открывать перед тем, как наливать бензин. Этот воздуховод предотвратит разливание бензина. Больше никаких убытков. У большинства канистр два отверстия с крышками. Одно побольше, другое поменьше. Нужно открыть отверстие поменьше перед тем, как заливать бензин в отверстие побольше. Благодаря этому жидкость не расплескается на вашу одежду и землю. Еще одна вещь, которую мы часто упускаем, это наконечник на тюбике мази. Большинство тюбиков запаяны термопластичной фольгой. Вскрывать ее ногтями не лучшая идея. Для этого используйте наконечник. Большинство отверток можно использовать вместе с гаечным ключом для усиления вращательного момента. Просто поместите ключ на ручку отвертки. Так вам не придется прилагать слишком много усилий. А еще так легче добраться до труднодоступных зон. В магазинах, банках и больницах для лучшего контроля ситуации установлены камеры. Если что-то случится, вы можете вызвать полицию или спасателей. Камеры также помогают решить множество проблем. Почему же их нет в самолетах? На борту за порядком следит экипаж. Но случись что-то серьезное, они не смогут ничего сделать. Кстати, бежать в самолете тоже некуда. Во время показания пассажиров. Если от камер нет толка, зачем тратить на них деньги? Вода отлично очищает вещи, так как ее молекулы треугольные. Они состоят из одного атома кислорода и двух атомов водорода H2O. Заряды таких молекул по разные их стороны слегка отличаются, почти как у магнитов. Именно поэтому вода легко прилипает к другим молекулам, включая те, из которых состоит грязь. У многих частных домов треугольные крыши, так как это позволяет дождю, снегу и опавшим листьям скатываться вниз. Если бы все это скапливалось на крыше, то однажды она провалилась бы. С надвижением грозы облака кажутся темнее. Но это иллюзия. В солнечный день тонкие облака легко пропускают свет. Они также рассеивают все цвета светового спектра, поэтому облака кажутся нам белыми. Но чем толще облака и чем больше в них капель воды, тем меньше света они пропускают и тем более темными кажутся нам. Хорошие дверные ручки делают из латуни, бронзы или медных сплавов. Эти металлы обладают антимикробным эффектом. На их поверхности бактерии распространяются медленнее. А еще они довольно быстро избавляются от микробов всего за пару часов. Но это не значит, что вам не надо мыть руки. Симметричная форма алмазов подчеркивает их блеск. Изначально эти камни не такие красивые. Они проходят через несколько этапов обработки, прежде чем стать изысканными. Большинство камней имеют круглую форму со слегка заостренными краями. Так они ярче сияют. Вы задумывались, для чего этот крошечный карман на ваших джинсах? Раньше люди носили карманные часы. Кармашек предназначался для них. Сейчас карманные часы редкость, но кармашек на джинсах остался. В него можно положить что-то небольшое, например, кольцо. В Лондоне есть столбы, напоминающие уличные фонари, но в них нет лампочек. Это так называемые смрадные трубы, и они пережиток прошлого. Но в XIX веке они были очень полезны. Полы столбы выпускали воздух и взрывоопасные газы с плохими запахами, чтобы предотвратить нежелательные последствия. У большинства кухонных ножниц посередине между ручками есть металлические зубчики. Ими можно колоть орехи, панцири, крабов и другие твердые продукты, а также открывать банки и бутылки или обрезать стебельки трав. Кожа часто смотрится тусклой из-за того, что покрыта крошечными царапинами. Они рассеивают свет, падающий на материал. Покрывая обувь слоем воска, вы заполняете эти трещинки. Поверхность становится более гладкой, и лучи отражаются от нее равномернее, поэтому кожа выглядит блестящей. Текстовые выделители наполнены полупрозрачными флуоресцентными чернилами, которые светятся в тусклом свете. Самые текст после ксерокопирования. Копировальные машины воспринимают желтые и светло-зеленые отметки очень тусклыми и не печатают их. Магниты делают в форме подковы, так как это увеличивает их магнитную силу. Цвета тоже имеют значение. Синяя часть означает южный полюс, а красный – северный. Оба полюса работают одновременно и усиливают силу притяжения. Оказывается, отверстие размером с монетку в двери лифта то диспетчер сможет открыть их вручную благодаря скважине, используя специальный ключ. Крошечная дырка в окне самолета нужна, чтобы сбалансировать давление воздуха. Иллюминатор состоит из трех слоев. Внешний суперпрочный он выдерживает перепады давления воздуха во время взлета и посадки. Внутренний ближе к вам сделан из более дешевых материалов. Он предотвращает потенциальные повреждения. Дырка же находится в средней панели. Она не только уравновешивает давление, но и защищает иллюминатор от запотевания. Щетки на эскалаторах нужны для безопасности. Они не позволяют вам приблизиться к краю лестницы, благодаря чему одежда не застревает между ступенек. Солнце кажется нам желтым или оранжевым, так как атмосфера нашей планеты лучше рассеивает синий, зеленый и фиолетовый цвета. По той же причине наверняка отправившись в магазин за апельсинами вы найдете их в красной сетке. Их редко увидишь без нее. Это маркетинговый ход и цвет выбран не случайно. Упакованные в красную сетку апельсины кажутся более свежими и приятными на вид, так что вероятность того, что вы их купите выше. Лимоны обычно продают в зеленых сетках по той же причине. Положите их в красную сетку и они покажутся более оранжевыми. Зеленый хорошо сочетается с желтым и заставляет лимоны выделяться. Производители выпускают ограниченное количество разных матрасов. Единственный способ сделать так, чтобы они выглядели по-разному, это придумать причудливый узор. Два матраса двух разных компаний могут иметь абсолютно одинаковое качество, но разную цену. Большинство этого не знает и думает, что разные узоры как-то связаны с качеством. Покупая матрас, не обращайте в этом отеле белое постельное белье. Этот цвет выбирают специально, чтобы показать высокий уровень чистоты. Чем белее и ярче белье, тем более премиальным кажется отель. На белых простынях куда проще увидеть грязь и пятна. Это верное доказательство того, что вы въехали в чистый номер. Итак, подумайте вот о чем. Насечки на ребре монет начали делать, чтобы бороться с фальшивомонетчиками. Раньше мошенники стачивали гладкие края монет и использовали металл для чеканки новых денег. Но с помощью насечек это стало невозможным. Цилиндры на зарядных кабелях называются дросселями или ферритовыми сердечниками. Это магнитный оксид железа, который защищает ваше устройство от электромагнитных помех и сбоев. Все знают о маленьких карманах на джинсах, где раньше хранили карманные часы. А как насчет маленьких металлических пуговиц? Они удерживают ткань в тех местах, где джинсы могут порваться при движении или натяжении. Маленькие отверстия на рюкзаках нужны, чтобы привязывать к ним снаряжение. Или можно пропустить через них веревки и привязать кроссовки, если не хотите класть их в рюкзак или нести в руках. Крошечная точка рядом с камерой на вашем смартфоне это микрофон. Он нужен для получения звука хорошего качества при съемке видео. Функцию Spotlight на Mac можно использовать не только для поиска файлов и приложений, а еще и как калькулятор. Просто введите математическую задачу, которую нужно решить. Spotlight использует данные внутреннего словаря. Введите любое слово в строку поиска и вы сможете получить нужную информацию. Вы купили новую бутылку масла. Вы отвинчиваете крышку и видите маленькую пробку с петлей. Выньте ее, но не выбрасывайте в мусорку. Верните ее на место в перевернутом положении, чтобы контролировать нужное количество масла, зажимая ее пальцем. Благодаря выступам на клавишах А и О пальцем легче перемещаться по клавиатуре во время ввода. Когда указательные пальцы находятся на этих выступах, становится понятно расположение других букв. Щетки по краям эскалатора нужны не для полировки обуви, а для вашей безопасности. Щетинки предотвращают попадание шнурков и одежды в механизмы эскалатора. Это было бы неприятно. Многие дверные ручки сделаны из латуни. Этот металл самостоятельно дезинфицируется и так значительно замедляет распространение микробов. Кабинки общественных туалетов не выглядят уютными из-за огромных щелей снизу. Эти щели нужны для того, чтобы всем хотелось как можно скорее оттуда выйти. Поэтому в общественных туалетах практически можно использовать пластиковые крышки от стаканов как подставку. Они имеют идеальную форму, чтобы ставить на них стакан и защищать стол от разводов. Не переворачивайте крышку, а положите ее на стол в таком же положении, в каком она была на стакане. Если вы застряли в машине и не можете открыть двери, используйте стержни от съемного подголовника, чтобы разбить окно и выбраться наружу. Обращали внимание на маленькие диски под крышками бутылок. Они помогают сохранить вакуум в бутылке. Так напиток остается газированным дольше. Наверняка вы хоть раз в жизни наблюдали, как разогревается еда в микроволновой печи. Но почему двери делают такими темными? Эта черная сетка нужна для блокировки электромагнитных волн. Отверстия на навесных замках рядом с замочной скважиной нужны, чтобы внутри не скапливалась вода. А если замок заклинет или он начнет ржаветь, через это отверстие можно залить масло. Мяч для гольфа покрыт крошечными ямочками для лучшей аэродинамики. Такая конструкция помогает мячу лететь дальше и более равномерно. На дне некоторых кружек есть небольшие канавки. Благодаря им вода не скапливается на чашке, когда она находится в посудомоечной машине. Солнцезащитные очки были изобретены не для того, чтобы защищать глаза от солнца, а для арктических экспедиций. Огромное количество снега может ослепить, как яркая вспышка. Для защиты глаз и придумали эти уникальные очки. Футболки можно не только носить на себе, но и использовать их для защиты багажа. Просто наденьте ее на чемодан в качестве чехла и не тратьте время на упаковку в пластик. Пуговица на задней части воротника рубашки нужна была для того, чтобы удерживать галстук. Сейчас она больше не актуальна, потому что галстуки стали тоньше, но пуговица осталась в качестве декора. И вот изначальная цель галстука. Его придумали в Европе в 17 веке, чтобы затягивать воротник и защищаться от сильного ветра. А потом все так привыкли к этой части наряда, что она стала обязательным аксессуаром для королевских приемов. Мягкие помпоны были изобретены несколько столетий назад. Моряки использовали их на шапках, чтобы не биться головой о низкие корабельные потолки и выступления. В вешалках для одежды из кедрового дерева содержатся натуральные масла. Это отпугивает главную любительницу одежды – моль. Сферическая форма лампочки позволяет свету распределяться равномерно. А еще такие лампочки дешевле и проще в производстве. Вы когда-нибудь находили в новой одежде кусочки ткани? Их используют при первой стирке. Просто положите кусочек ткани в стиральную машину и выберите режим. Если все в порядке, то и основное изделие можно будет стирать на этом же режиме. У потолочных вентиляторов есть два режима работы – зимний и летний. Установите переключатель вверх, чтобы активировать зимний режим, а вниз – для летнего. В летнем режиме вентилятор сгоняет воздух вниз, а зимой вытягивает вверх. У многих в уборной есть круглый вантус. В фильмах их используют, чтобы устранить засор в туалете. На самом деле он нужен для того, чтобы избавляться от засора в раковине, а для туалета используется другое приспособление. Пространство под духовкой нужно не для хранения сковородок и кастрюль. Туда можно ставить готовые блюда, чтобы они оставались стеклами. Удобно, когда вы ждете гостей, опаздывающих на ужин. Вы достаете попкорн из микроволновой печи после разогрева и видите маленькую дырочку в верхней части пакета. Ее можно использовать, чтобы избавиться от нераскрытых зерен. Встряхните пакет над тарелкой и все зерна выпадут. Многие неправильно используют дорожную подушку, выставляя два конца вперед и откидывая голову назад. Попробуйте перевернуть подушку на другую сторону. Дуга должна находиться под вашим подбородком, а концы должны быть направлены назад. Наклоните голову вперед и шея будет намного комфортнее. И вы как следует вздремяете. Магниты делают в форме подковы, чтобы увеличить их магнитную силу. Синяя часть указывает на южный полюс, а красная на северный. Два полюса работают одновременно и усиливают притяжение. Благодаря особенностям конструкции многие самолеты могут пролететь большое расстояние даже без двигателя. В 1268 году Роджер Бекон впервые написал об использовании линз телескопа в оптических целях. В то время линзы в оправах использовались для чтения и в Европе, и в Китае. Так что непонятно, позаимствовал ли их запад у востока или наоборот. Если оказаться в море без еды, можно попробовать порыбачить, используя в качестве приманки все, что угодно. Телефон, часы или ключи. А еще в качестве лески можно взять шнурки. Привяжите приманку и бросьте ее в воду. И удачи в ловле рыбы, которая проглотила ваш телефон. Это будет здорово! Переверните язычок на крышке банки с напитком. Так соломинка будет надежно в нем зафиксирована. Синяя половина ластика нужна не для удаления чернин, а для стирания надписей и рисунков с плотной бумаги. Красная часть оставляет полосы, а синяя отлично справляется с этой задачей. Многие неправильно отрывают бумажки для заметок. Делайте это не снизу, а сбоку по линии клея. Так бумага провисит на стене дольше. Вы когда-нибудь задумывались, для чего нужны эти дырочки в палочке от леденца? Наверняка да. Они нужны для того, чтобы леденец крепко держался на пластиковой палочке. Вот такие дела. Каждый год производится более 40 миллиардов штук печенья Орео. Это самое популярное печенье в мире. В орнамент, который на него наносит, входит логотип компании Nabisco. Он окружает слово Орео. Уильям Тюрньер придумал дизайн шоколадного печенья, который мы видим по сей день еще в 1952 году. Разъемы для наушников уходят в прошлое из-за беспроводных технологий, но если вы когда-нибудь к ним присматривались, то могли заметить кольца у основания штекера. Одно кольцо отвечает за воспроизведение звука, два кольца за стереозвучание, а три кольца означают, что в наушниках есть и стереозвук, и встроенный микрофон. У оранжевых, красных, фиолетовых, желтых и лимонно-зеленых колец сухих хлопьев для завтрака Fruit Loops есть одна шокирующая тайна. Разные цвета не означают вкусы разных фруктов. Все кольца имеют один и тот же вкус и аромат, а расцветка это просто для красоты. Буква Е в логотипе Dell расположена под углом, потому что основатель компании Майкл Dell хотел, чтобы его технология перевернула мир с ног на голову. Не переживайте из-за маленьких красных пятнышек, которые иногда можно увидеть после того, как вы разбили яйцо. Крошечные пятна крови могут быть вызваны небольшим разрывом кровеносного сосуда курицы, когда она несла яйцо. Такие яйца абсолютно безопасно употреблять в пищу. Но если хотите, пятнышко можно удалить. Вкус яйца в любом случае не изменится. Слово кетчуп позаимствовано из многих культур, таких как китайская, малайская и индонезийская. Первоначально оно означало маринованный рыбный соус. Основные компоненты современного кетчупа томаты, уксус, сахар и специи. Логотип онлайн-площадки Airbnb это вовсе не изогнутая скрепка, как может показаться на первый взгляд. Все гораздо сложнее. Там есть голова человека, значок местоположения и сердце. Вместе они образуют букву А и выступают символом единения. Красный пищевой краситель Е120, он же кармин, изготавливается из крошечных жуков. Его используют для окрашивания всего, от тортов и конфет до напитков. За блеск леденцов также отвечают насекомые, а именно самки индийских лаковых червецов. Они оставляют после себя вещество, которое потом соскабливают с деревьев, чтобы превратить в высушенный шеллак, смолу, для придания глянцевого вида. Логотип Mozilla Firefox это вовсе не леса, окружающая планету. На самом деле это красная панда. Огненной лисицей, что по-английски означает Firefox, ее называют в Китае. Крышки люков для технического обслуживания на улицах обычно круглые по соображениям безопасности. В античных цивилизациях, например, в Древнем Риме, канализационные люки представляли собой каменные плиты квадратной формы. К сожалению, с ними происходили разные несчастные случаи. Если люки закрывали неправильно, квадратная крышка могла проскользнуть в квадратное отверстие по диагонали. Круглые крышки устранили эту проблему. Они не проскальзывают внутрь, потому что у них нет углов. Технически помидор это не овощ, а фрукт. А банановые деревья не связаны ни с пальмами, ни с деревьями вообще. Это трава. Банан считается травой, потому что никогда не формирует древесный ствол, в отличие от дерева. Вместо этого он образует сочный стебель, как лимонник или его двоюродный брат имбирь. А еще бананы можно назвать ягодами. Мост с золотые ворота не задумывался оранжево-красным. Предполагалось, что он будет совсем других цветов, например, черно-желтым или красно-белым, как леденец. Было важно сделать его хорошо заметным для судов и самолетов среди постоянных туманов Сан-Франциско. Но когда приехала сталь, она была вся покрыта оранжевой грунтовкой для защиты Ножки на задней панели клавиатуры сделаны не для того, чтобы вашим запястьям было удобнее. Более того, долгое использование клавиатуры с выдвинутыми ножками может утомить и повредить запястье, а также замедлить процесс набора текста. Ножки помогают лучше видеть буквы и цифры, если вы не умеете печатать вслепую. Цвет перца чили ничего не говорит о его вкусе или остроте. Чем меньше перец, тем он обычно острее. Острота исходит не от семян, как считают многие, а от белых оболочек, в которых они находятся. На горе с логотипа шоколада Таблерон прячется изображение медведя, стоящего на задних лапах. Похоже, он готовится съесть вон того беднягу, а может и нет. Медведь это один из символов швейцарского города Берн, где были созданы треугольные шоколадки. Название Таблерон обыгрывает фамилию основателя компании Таблер и итальянское слово Тороне, означающее мед и миндальную нугу. Пространство под стаканом с лапшой предназначено для защиты лапши во время транспортировки. Эта техника называется средняя подвеска, а пенопластовый стакан в целом не только защищает лапшу, но и помогает ей размягчаться более равномерно и быстро. Если вы считали отверстие в корпусе шариковой ручки абсолютно бессмысленным, то вы ошибались, это вентиляционная система, которая помогает чернилам выходить более плавно. Давление воздуха внутри и снаружи ручки выравнивается, что позволяет чернилам беспрепятственно попадать к шарику. Один из самых узнаваемых логотипов в мире велоспорта имеет скрытый элемент. Внутри названия Tour de France в буквах О, У и Р прячется велосипедист. Металлические крепления заправочных шлангов на бензоколонках имеют уникальный дизайн на случай, если кто-то забудет вынуть пистолет из бензобака. Когда водитель начнет отъезжать, шланг отстегнется и ни машина, ни колонка не получат повреждений. Найти правильную полосу движения для съезда может быть непросто, особенно в чужой стране. Обратите внимание на ту сторону дороги, где расположены знаки съезда. Это и будет полоса, на которой вам нужно находиться. На некоторых зубных пастах есть заглушка, которую необходимо удалить, чтобы начать использовать средства. Вместо того, чтобы пытаться оторвать этот кусочек фольги, можно использовать специальный шип на крышке зубной пасты. Одна из самых узнаваемых статуй в мире, статуя свободы, 16 лет служила маяком. Однако этот цвет был едва заметен даже с Манхэттена. В 1901 году статую официально вывели из эксплуатации в качестве маяка. Туристы могли посещать факел, чтобы любоваться потрясающим видом на город. Но в 1916 году в результате несчастного случая факел статуи свободы был поврежден и с тех пор он закрыт для публики. Символ компании Toyota это нечто большее, чем кольца, нарисованные вместе. Три пересекающихся овала символизируют слияние сердец клиентов и производителя. Роллы Калифорния состоят из морских водорослей, риса, огурцов, авокадо и крабового мяса. Но это вовсе не крабовое мясо. Сурими это имитация крабового мяса. Продукт делается из белой рыбы, смешанной с сахаром, а не из ракообразных. Затем рыбную смесь нагревают и прессуют форму. Логотип компании Beats это не просто строчная буква B в красном круге. Круг символизирует человеческую голову, стекол называются фритты. Это частички черной эмали, которые наносятся на лобовые стекла во время производства. Они блокируют ультрафиолетовые лучи и помогают распределять температуру между металлом и стеклом. Внутри логотипа компании Unilever скрыто 24 символа. Давайте посчитаем. Солнце, голубь, растение, искра, перец чили, ложка, миска, цветок, мороженое, рука, волосы, губы, водоворот, рыба, одежда, пчела, частицы, упаковка, трансформация, волны, ДНК, пальма, сердце и эффективный цикл, что бы это ни значило. Они представляют все, во что компания верит и что производит. Что и ДНК тоже. Шпильки для волос задуманы таким образом, чтобы к коже головы была развернута зигзагообразная часть, а не плоская. Это обеспечивает лучшее сцепление с волосами и кожей, благодаря чему шпилька держится дольше. Наливая молоко в чай или кофе, можно устроить беспорядок, если делать это неправильно. если вы подносите упаковку отверстием к кружке, остановитесь, переверните упаковку и тогда наливайте. Поток будет более плавным и вам не придется вытирать стол. Что-то я раскомандовался. Бывает. Все дело в физике. Если повернуть полную коробку молока отверстием к кружке, то пока молоко вытекает, воздух снаружи будет пытаться проникнуть в коробку, чтобы заполнить пустое пространство. Поскольку для этого есть только один путь, воздух протолкнет молоко обратно внутрь и нарушит поток. Если повернуть коробку другой стороной, вдоль ее верхней стороны образуется пустое пространство, куда воздуху будет проще попасть. Поток будет постоянным и молоко не станет плеваться. Поручни эскалаторов обычно движутся быстрее, чем сами эскалаторы, так как размер шестеренок двигающих поручни специально делают крупнее, чем необходимо. Резина на этих шестернях со временем изнашивается. Если поручни двигаются с той же скоростью, что и ступеньки, или медленнее, значит вы на относительно старом эскалаторе. Кстати, об эскалаторах. На станциях метро, где их три или больше, направление движения будет зависеть от времени дня. Например, в центре города два или более эскалаторов едут вверх утром и вниз вечером. На окраине же все наоборот. Это сделано для более удобного перемещения пассажиров. Большинство людей работают в центре, а живут далеко от него. Утром они едут на работу и находят больше эскалаторов, движущихся в нужном им направлении. Удобно. Если вы хоть раз переживали за то, как пилоты ориентируются в темноте, сажая самолет ночью, можете расслабиться. На земле есть невероятно сложная система освещения, помогающая экипажу управлять самолетом. И это не только красно-белые огоньки вдоль взлетно-посадочной полосы. На самом деле огоньки начинают появляться задолго до полосы, так что пилоты могут легко ориентироваться. Разные схемы освещения имеют разные значения, которые пилоты знают наизусть. У всех пассажирских самолетов, на которых вылетали, одно крыло. Первые самолеты назывались бипланами, так как у них было два крыла. Одно располагалось сверху, а другое проходило через низ фюзеляжа. Они были соединены прутьями и проводами, создавая своеобразную коробку, благодаря которой самолет не распадался в воздухе. Как предусмотрительно. Это было необходимо при низких скоростях, на которых летали ранние самолеты. Но с ростом мощности двигателей второе крыло стало лишним. Однако единственное крыло до сих пор служит поддержкой всей конструкции самолета. Мчаясь по трассе со скоростью 160 километров в час, вы чувствуете драйв и восторг. Летя на самолете со скоростью тысячи километров в час, вы в лучшем случае уснете. Все потому, что мы не ощущаем физическую скорость транспорта. Мы лишь видим, насколько быстро движемся относительно других объектов. Чем они ближе, тем сильнее эффект. Когда вы едете в машине, все находится вблизи. Вы видите, как деревья, люди, дома и другие машины проносятся мимо. Когда вы на борту самолета, объекты так далеко от вас, что кажется, будто они движутся с черепашьей скоростью. Внимательно посмотрите на свой смартфон. Может, вы никогда не задумывались, но он не случайно прямоугольной формы. На самом деле, вы захотели его таким. Прямоугольный экран самый удобный. У него есть ориентация. Вы можете вращать телефон, и он адаптируется. Представьте, сколько бы вы крутили, например, круглый смартфон, чтобы верхушка оказалась там, где ей положено быть. Уф. Еще он идеально входит в карман. Глубина кармана больше ширины, так что длинный телефон поместится лучше, чем широкий. Носить квадратный или круглый телефон было бы неудобно. К тому же прямоугольником легче пользоваться. Он помещается в вашу ладонь и ощущается лучше, чем круг или квадрат. И, наконец, мы привыкли к прямоугольным вещам вокруг нас. Картины, листы бумаги, книги, гоп-кабоп, фотографии. Иметь телефоны с круглыми экранами было бы просто странно. Попытки создать круглые и квадратные смартфоны были, но, как вы догадались, идеи не прижились. Фотографируя в темноте со вспышкой, вы наверняка замечали, что телефон мигает несколько раз до того, как сделает снимок. Помните жуткие красные глаза на старых фотографиях с пленочных и цифровых камер? Это происходило именно потому, что вспышка сверкала один раз. В темноте зрачки наших глаз расширяются, пытаясь поймать больше света, чтобы мы лучше видели. Когда они отражают вспышку камеры, появляется эффект красных глаз. Первая вспышка на смартфоне заставляет зрачки сузиться из-за яркого света, и только потом устройство делает снимок. Благодаря этому вы больше не похожи на героя фильма ужасов. Есть две причины, по которым во многих метрополитенах нет уборных. Это безопасность и финансирование. Туалеты невероятно дорогие в обслуживании, так что, полагаю, кабинки не появятся там, где их прежде не было. Что касается безопасности, в уборных нельзя устанавливать камеры, а значит, любая подозрительная деятельность останется незамеченной. Кажется логичным, что в транспорте, перевозящем намного больше людей, чем автомобиль, должны быть ремни безопасности. Но в автобусах их нет, даже в школьных. Причин здесь несколько. Во-первых, в экстренном случае пассажирам нужно выбраться из автобуса как можно быстрее. Растегивая ремни безопасности, они потеряют драгоценное время. Во-вторых, автобусы большие и тяжелые. На дорогах не так много более тяжелых участников движения, чем пассажирские автобусы. В случае аварии автобус затормозит медленнее машины и несмотря на то, что пассажиры безусловно почувствуют удар, они вряд ли сильно пострадают. По этой же причине пассажирам автобуса разрешается ездить стоя. Если в вашем отеле ключи это карточки с магнитными полосами, держите их подальше от мобильного телефона и кошелька. Проблема в том, что карты ключи часто перезаписываются. Они сделаны так, чтобы этот процесс проходил быстро и просто. Довольно сильный магнит, как у вас в телефоне, может стереть ключ карту и вы не попадете в свой номер. Конечно, отель выдаст вам новую карту, но это все равно неудобно. Если вы не хотите, чтобы из домашних тако выпадала начинка, используйте форму для маффина. Переверните форму вверх дном, побрызгайте ее растительным маслом и вставьте лепешки в промежутки. Запекайте их около 10 минут при 370 градусах для идеальной хрустящей корочки. Что-то есть захотелось. А вам? Ищите упавшую на пол сережку или булавку, натяните на трубу пылесоса носок и подвигайте им по полу. Так вы подберете мелкие предметы и их не засосет внутрь. Включите пылесос, это обычно помогает. Свечной воск, который пролился на мебель, можно удалить с помощью кубиков льда. Вместо того, чтобы портить покрытие, соскребая воск, наполните пластиковый пакет льдом и положите его на воск на пару минут. Остывший и затвердевший воск намного проще убрать. Следы мелков на стенах самый страшный кошмар родителей, но эти отметки легко удалить с помощью фена. Погрейте следы несколько секунд, чтобы размягчить воск, а потом просто вытрите его со стены. С помощью кондиционера для волос вы можете сделать новый свитер менее колючим. Замочите его в теплой воде с парой столовых ложек кондиционера и оставьте на 15 минут. Затем высушите свитер, он станет намного мягче. Слой пузырей, который образуется, когда вы добавляете пену для ванны в воду, не просто для забавы. Пузырьки выполняют роль теплоизоляции и вода в ванне дольше остается теплой. В следующий раз, когда будете собираться на работу, внимательно посмотрите на свою рубашку. Все петли для пуговиц прошиты вертикально, но вот последняя прошита горизонтально, верно? Все потому, что на нижнюю часть рубашки приходится больше нагрузки из-за натяжения, так как она находится в области бедер. Горизонтальная петля это не ошибка. Она не дает рубашке порваться, когда вы двигаете бедрами. Ромбовидная нашивка на рюкзаке, которую в народе называют свиной пятак, не просто элемент дизайна. Через эти отверстия вы можете протянуть веревку, чтобы прикрепить дополнительное снаряжение. Идеально для длительных походов. Если вы выкладываете китайскую еду на тарелку, вы делаете лишнюю работу. Картонную коробку с китайской едой на вынос можно разогнуть и получится идеальная одноразовая тарелка для вашей еды. Дырка в трубочке от леденца нужна не для того, чтобы вы не подавились, если случайно ее проглотите. Она удерживает конфету на месте. Лишняя карамель стекает в трубочку и в эту дырку, застывает и не дает конфете отпасть. Если бы палочка была гладкой, конфета бы с нее соскользнула. В некоторых небоскребах есть пустые этажи, на которых нет ничего, кроме лифта и пары сложных механизмов. Такие этажи называют техническими. По словам проектировщиков, они нужны, чтобы обеспечить нормальное функционирование здания. Также это способ обойти ограничения по высоте. В некоторых небоскребах есть лимит на количество этажей. Нежилые этажи при этом не учитываются. Они делают здание выше и внушительнее без нарушения договора строительства. А еще они помогают предотвратить распространение огня при пожарах. Если вы внимательно посмотрите на двери лифта, то заметите крошечную дырку. Это замочная скважина для экстренных случаев или плановых техосмотров. Если вы застрянете в лифте, техник сможет легко вытащить вас оттуда с помощью универсального ключа. Соль нужна не только для готовки. Она поможет вам избавиться от резких запахов. Потрите пальцы солью после нарезки чеснока. Это должно удалить запах. Еще это работает с обувью. В нижней части тостеров есть секретная задвижка, которую можно достать, чтобы выкинуть все раздражающие крошки. Посмотрите на клавиатуру своего ноутбука. На клавишах А и О есть в оптимальном положении для печатания, указательные пальцы ложатся на эти две клавиши. Бугарки были добавлены, чтобы вы могли правильно располагать руки во время набора текста, не глядя на клавиатуру. Если вы будете стирать вещи в прохладной или даже холодной воде, они прослужат вам в два раза дольше. По возможности сушите их на веревке, а не в сушильной машине. Это тоже способствует долговечности материала. Чем реже вы стираете, тем менее тусклыми и севшими будут вещи, а еще вы сэкономите на счетах за электричество. Пустые страницы в книгах нужны не для подписи автора. Это результат производственного процесса. Книги печатают на крупных листах. На каждой умещается четыре книжные страницы. Если в книге нечетное количество страниц, то, скорее всего, в ней будут пустые страницы для заметок. У петелек на тележках в магазинах больше функций, чем вы думаете. Нет нужды класть новую белую куртку рядом с морковью. Эта штуковина, похожая на крючок, поможет вам организовать вещи в тележке так, чтобы вы смогли насладиться покупками. Мне помогает. Хорошая дверная ручка сделана или из латуни, или из бронзы, или из медных сплавов. У этих металлов есть антибактериальный эффект. На них бактерии размножаются медленнее, а еще они быстро избавляются от микробов буквально за пару часов. Есть только один способ правильно хранить арахисовое масло. Если ставить банку как обычно, оно может быстро затвердеть. Хитрость в том, чтобы хранить банку вверх дном, тогда масла не застояться на дне, а равномерно распределяться по банке. Мой пес обожает тарахисовую пасту. А ваш? Одноразовые стаканчики в разных кофейнях выглядят абсолютно одинаково. Меняется только логотип. Секрет в особой форме, которая позволяет наслаждаться напитком. Верхняя часть всегда шире, чтобы во время питья туда умещался ваш нос, а донышко всегда уже, чтобы стаканчик было легче держать даже в маленькой руке. Еще благодаря этому стаканчики можно ставить друг в друга. Прокисшее молоко выделяет газы, как и многие другие испортившиеся продукты. Стандартная пластиковая упаковка молока немного вогнута с одной стороны. Когда газы внутри расширяются, тара тоже расширяется и вогнутая сторона расправляется. Также если вы хотите оставить молоко на потом и заморозить его, бутылка расширится, когда молоко затвердеет и станет занимать больше места. Почти на всех измерительных лентах есть металлический наконечник с небольшим отверстием. За него вы можете подвесить ленту на гвоздь или шуруп, чтобы сделать измерение без чьей-либо помощи. Иногда с одной стороны такого наконечника есть ряд зубчиков. Он может пригодиться, когда вам нужно сделать отметку, а у вас нет карандаша. Если вы хоть раз пробовали картриджи Nintendo на вкус, то знаете, что они противные и оставляют кисло-горькое послевкусие. Что ж, мое дело предупредить. Они покрыты бензоатом динатонией, одним из самых отвратительных на вкус вещей. В ларьках с мороженым такое не предлагают. На самом деле у этого вкуса есть функция. Благодаря ему люди не глотают картриджи. Неровные края монет это не просто дизайн. Раньше монеты изготавливали из ценных металлов, чтобы показать их истинную ценность. Люди стачивали края, расплачивались точенными монетами с той же ценностью, а обрезки переплавляли в новые монеты. Чтобы этого избежать, чеканщики придумали узор, помогающий определить, обтачивал ли кто-то монету. Тройная рукоятка на канистре нужна, чтобы двум людям было легче ее нести и горючее распределялось равномерно. Лимоны становятся сочнее, если немного подогреть их в микроволновке. Жар смягчает оболочку и сок лучше вытекает. Результат больше лимонада. Срок годности минералки указывают не потому, что вода портится. Вообще никакая вода не может испортиться, а вот бутылка может. Со временем она начинает выделять небезопасные химикаты. Попробуйте провести эксперимент. Тоник светится в ультрафиолете. Он содержит хинин, делающий напиток горьким и светящимся. Цвет тарелок и чашек может влиять на ваше восприятие пищи. Группа из 57 добровольцев пила горячий шоколад из разных кружек. Большинство людей заявило, что шоколад в оранжевых кружках был вкуснее. Красные тарелки подойдут тем, кто на диете. Они выглядят тревожно и вы меньше едите. Ладно, я пошел экспериментировать с тоником и ультрафиолетовой лампой. Пока! Если вы хоть раз скучали, ожидая кого-то в машине, то вы наверняка играли с подголовниками. Да, если их потянуть, они довольно легко снимаются. На первый взгляд в этом нет смысла, но именно это нужно сделать, если вы однажды застрянете в машине и вам понадобится разбить стекло. Даже у коробки с алюминиевой фольгой есть секрет. Сбоку коробки есть небольшой язычок, который можно вдавить. Вот так просто! Дело в том, что он удерживает рулон на месте. Благодаря этому язычку у вас без труда получится раскрутить рулон и оторвать от него кусочек. Вы не задумывались, почему держать инструменты, рукоятки или даже ручки удобнее, когда они покрыты резиновым материалом? Кератин на внешнем слое человеческой кожи грубый и жесткий. Представим, что у вас есть отполированный металл или стекло. Жесткая, но в то же время гладкая поверхность. При контакте с ней в самом начале площадь соприкосновения будет маленькой, как и трение. Ваши потовые железы выделяют влагу, поэтому кератин увлажняется и становится мягче. Но требуется много времени, чтобы площадь соприкосновения увеличилась до значения, которое достигается почти сразу при контакте с мягкими материалами вроде резины. Этот механизм, кстати, помогает нам определять типы материала на ощупь. Помпоны на шапках делают не просто для красоты, у них есть свое предназначение, ну, по крайней мере, раньше было. По одной из версий французские моряки носили шапочки с помпонами, чтобы не биться головами в непогоду. Да, потолки на кораблях были очень низкие, и когда волны становились слишком большими, вы легко могли удариться головой о потолок, так что помпоны были очень кстати. Сейчас же это просто милое дополнение к зимним шапкам. Тот таинственный ящик под духовкой. Вы тоже храните в нем кухонную утварь, которую больше некуда положить. Что ж, вы используете его правильно, однако изначально он призван поддерживать блюда теплыми до момента подачи. Шкафчик под раковиной не предназначен для хранения, может там у вас стоят чистящие средства, но его истинное назначение обеспечивает доступ к трубе для сантехнических работ, если протечет раковина. Маленькая дырка на конце палочки от леденца, которую можно увидеть, доев его, это не свисток, она связана с производственным процессом. Когда горячую растопленную карамель наливают в форму, какая-то ее часть просачивается в эту таинственную дырку и застывает, так леденец остается на палочке и не падает. Буквы на клавиатуре не случайно расположены в таком порядке. Первая в мире клавиатура была на печатной машинке. Со временем машинистки так наловчились, что стали печатать слишком быстро, и рычажки с литерами перекрещивались и застревали. Поэтому производителям пришлось расположить клавиши в хаотичном порядке, чтобы машинистки работали медленнее и машинки продолжали функционировать. Вы тоже любите чистить обувь щеточками по сторонам эскалаторов в торговых центрах? Верьте или нет, но это не основная их функция. Щетинки там для безопасности. У людей, которые стояли слишком близко к бортикам, в эскалаторах часто застревали сумки и одежда. Нейлоновые щетинки обманывают наш мозг и не дают нам приближаться к панелям эскалатора. Многие думают, что изгибы на невидимках нужны для красоты и зацепляют их на волосы волнистой частью вверх. На самом же деле эти волны нужны, чтобы подхватить нижние слои волос и лучше закрепить невидимку. Выходит, волнистая часть должна смотреть вниз. Вы наверняка замечали, что измерительные ленты заканчиваются металлическим наконечником с прорезью. Если ваши руки заняты, просто повесьте ленту на гвоздь за прорезь, чтобы сделать измерение. Если приглядеться, можно увидеть, что наконечник немного зазубрен с одной стороны, значит им можно делать пометки, карандаш вам даже не понадобится. Если вы часто летаете, то точно видели крошечные отверстия в самом низу иллюминаторов. Без паники, они защищают вас во время полета на большой высоте. Это дренажные отверстия, которые находятся в среднем из трех стекол иллюминатора и защищают пассажиров от давления извне. Дырка может и маленькая, но она принимает на себя все давление внешнего стекла. Также отверстие обеспечивает плавный рост давления в салоне, что помогает выравнивать давление в иллюминаторах, когда это необходимо. С бутылки кетчупа Хайнс на вас смотрит цифра 57. По словам представителей компании, только 11% людей в курсе, что цифра не имеет ничего общего с товарной этикеткой. На самом деле это точка, надавив на которую вы можете налить соус на тарелку. В следующий раз, когда захотите кетчупа, не хлопайте бутылку по донышку, просто нажмите на цифру 57. Бороздки на донышках чашек нужны, чтобы их было удобнее мыть в посудомоечной машине. Когда вы ставите чашку вверх дном, бороздки способствуют тому, что вода стекает, а не застаивается. И когда вы будете доставать чашки, вода не прольется вам на ноги. Еще бороздки позволяют холодному воздуху проходить под чашку. Они также предотвращают появление трещин на чашке из-за нагрева, когда вы наливаете горячие напитки. Вы наверняка замечали маленькую точку рядом с камерой на вашем айфоне и думали, что это вспышка. Нет, не вспышка, а микрофон. Он усиливает звуки, когда вы используете заднюю камеру. В следующий раз, когда вам захочется перекусить картошкой из Макдональдса, обратите внимание на сгибаемый край верхней части коробочки. Некоторые загибают его к картошке, чтобы накрыть ее и не дать ей остыть. Но если вы не планируете тянуть время, отогните краешек назад и превратите коробку в импровизированную тарелку для картошки. Согните край прочно, вы же не хотите, чтобы он отскочил обратно и весь соус вылился на вас. Поверьте, это не круто. В 70-х люди захотели, чтобы зубная паста не только сохраняла здоровье зубов, но и делала дыхание свежим. Компания Аквафреш откликнулась на запрос и добавила в свой продукт синюю полоску. Поскольку потребители стали больше заботиться о зубах и деснах, компания добавила в пасту третью красную полоску. С тех пор у зубной пасты три функции – поддержание свежести, чистка и предотвращение зубного налета. И да, обычная белая зубная паста имеет те же свойства, но торговые марки все равно продолжают добавлять полоски. Кстати, о пасте. Замечали ли вы цветные точки в нижней части тюбиков? Они не означают ничего особенного, а лишь помогают в процессе производства, сообщая световым датчикам, где заканчивается тюбик. Благодаря этому станок может правильно обрезать и запечатать тюбик. Антисептики для рук сегодня широко распространены. Их можно использовать не только для обработки рук. Они также отлично удаляют пятна с одежды. Антисептик расщепляет масляные, жирные пятна и обезжиривает материалы. А еще его можно использовать в качестве дезодоранта в жаркий день. На дне бутылок обычно есть маленькие выемки странной формы. Без этих специальных выемок ваша бутылка не выглядела бы так, как она выглядит сейчас. Такие бутылки производят на фабриках в больших количествах. Все они выглядят одинаково. Поскольку большинство пластиковых бутылок нуждалось в оформлении, производители хотели сделать так, чтобы этикетки всегда располагались одинаково. Поэтому и была придумана специальная выемка. Она удерживает каждую бутылку на станке в одинаковом положении для нанесения изображения. Без выемок рабочим пришлось бы следить за процессом и подгонять бутылки вручную. Итак, возьмите в руки ваш телефон. Хорошо. А теперь переверните его. Видите эту маленькую точку между камерой и вспышкой? Это крошечный микрофон. Наверняка вы этого не знали. Но зачем он там? Каждый раз, когда вы разговариваете по телефону, он уменьшает количество фонового шума, окружающего вас со всех сторон. Если бы не это устройство, звонки были бы не такими четкими, как сейчас. Вы заблудились в лесу и хотите вернуться обратно в лагерь. И вдруг вы вспоминаете, что у вас есть кое-что, что может помочь. Вы достаете из рюкзака один из нагрудных ремней и свистите в него. Да, именно. Эта особенность есть во многих сумках и особенно в тех, которые предназначены для использования на свежем воздухе. Вскоре вы слышите зов одного из своих друзей и следуете за ним обратно к теплому костру. А все благодаря этому классному изобретению. Вы наверняка задавались вопросом, для чего на джинсах нужен этот маленький карман. Тот самый, который находится в большом кармане. Обычно все используют его для хранения монет и банкнот, но он предназначен для другого. Изначально он был задуман для безопасного хранения карманных часов. Может быть отсюда и пошло название карманные часы. Наконец-то вы возвращаетесь домой после длинного рабочего дня. Понятно, что готовить вам совсем не хочется, поэтому вы сидите на диване, смотрите телевизор и заказывайте доставку еды. Как насчет китайской? Да, замечательно. А вот и звонок в дверь. Наверное, это ваша еда. Пахнет восхитительно. Подождите, прежде чем доставать тарелки, просто откройте на столе контейнер с едой. Он превращается в идеальную тарелку из картона. И не надо потом ничего мыть. У этой банки кола, которую вы заказали вместе с едой, тоже есть одноклассная язычок. Тот самый, которым вы открываете банку. Представляете, в него можно вставлять соломенную трубочку. Кстати, именно для этого он и был придуман. Сами попробуйте. Если вы сидите за компьютером, взгляните прямо сейчас на клавиатуру. А если нет, то ничего страшного. Вот вам клавиатура на экране. Кнопки клавиш расположены в раскладке QWERTY, названы в честь первых шести клавиш под цифрами. Оказывается, так было не всегда. Раньше они располагались в алфавитном порядке, что имело некий смысл, если как следует вдуматься. Алфавитная разметка вышла из употребления, потому что когда-то существовали устройства под названием «печатные машинки». Помните такие? При нажатии на клавишу вылетал литерный рычаг. Он ударялся о чернильную ленту и штамповал символ на листе бумаги. В конце концов, машинистки научились печатать очень быстро. Слишком быстро. Литерные рычаги застревали, и на этом все заканчивалось. Так были придуманы клавиатуры с рандомизированными клавишами. Это усложняло набор текста, помогая замедлить работу машинисток и предотвратить застревание. Гораздо лучше. Теперь уже нет никаких литерных рычагов. И никаких пишущих машинок. Вроде как. И в наши возникает вопрос, кто же все-таки быстрее? Мы сейчас или они тогда? Клавиатура также имеет еще одну скрытую функцию. Вы когда-нибудь замечали, что у клавиш с буквами А и О есть маленькие выпуклости на нижней части? Как оказалось, они существуют для того, чтобы помочь людям понять, где они находятся на клавиатуре, не отрывая глаз от экрана. Кофе на вынос из любимого кафе может быть отличной идеей, чтобы окончательно проснуться утром. Однако, придя после этого домой или на работу, вы наверняка боитесь испачкать стаканчиком свой стол. Не волнуйтесь об этом, ведь пластиковая крышка подойдет в качестве подставки. На самом деле, она идеально подходит по размеру, чтобы удерживать чашку. Попробуйте сами! Это может очень пригодиться, если вы готовите дома. Ведь никогда точно не знаешь, сколько нужно взять спагетти, чтобы сварить всего одну порцию. Если у вас есть ложка для спагетти, просто возьмите ее. Многие понятия не имеют, для чего нужна маленькая дырочка посередине, и предполагают, что это для оттока воды или чего-то в этом роде. Оказывается, что она нужна для того, чтобы отмерять идеальную порцию. Просто посмотрите, сколько сухих спагетти может поместиться в отверстие. Как раз на одну порцию. При выборе вешалок для одежды можно заметить, что пластиковые намного дешевле деревянных. И тому есть вполне логическое объяснение. Деревянные вешалки обычно делаются из кедра. Разница между ними в том, что деревянные отпугивают насекомых и моль. Они прочнее и служат намного дольше, а также идеально подходят для вещей, которые обычно висят в шкафу в течение длительного времени. Во время чистки зубов вы наверняка замечали, что на вашей зубной щетке есть синие щетинки. Они там не только для красоты. По ним можно определить, не пришло ли время сменить зубную щетку. Когда щетка изнашивается, щетинки теряют силу и цвет, давая вам понять, что пришло время от нее избавиться. Микроволновые печи немного похожи на маленькие телевизоры, особенно те, в дверцах которых видно черную сетку. На самом деле это очень важный компонент, который необходим для предотвращения утечки излучения. Это клетка Фарадея, на случай, если вы хотите знать ее техническое название. Вот почему можно спокойно стоять рядом с микроволновой печью и при этом не поджариваться. Не обязательно теперь все время стоять перед ней и смотреть, как нагревается ваша еда, но по крайней мере у вас не все знают какое это удобное место для всякой мелочи, но на самом деле он предназначен для другого. Предполагается, что его используют для только что приготовленной еды, чтобы она дольше сохраняла тепло. Нужно вынуть блюдо из духовки и положить в ящик, чтобы продолжить спокойно готовить. Теперь вы находитесь в самолете, смотрите по сторонам, думая, как бы скоротать время перед взлетом. И тут на окне вы замечаете маленькое отверстие. Не волнуйтесь, так все и было задумано. Оно нужно для того, чтобы сбрасывать давление, которое накапливается во время взлета и посадки самолета. Отверстие также пропускает воздух. А теперь поднимите руку, если вы когда-нибудь ездили на эскалаторе и чистили обувь, а его щетину. Наверное, все это делали. Однако щетина вовсе не для чистки обуви. Она служит для безопасности и препятствует застреванию шнурков, одежды и других вещей. Иногда к новой одежде прилагается кусок ткани. Обычно он лежит в маленьком пакетике вместе с запасными пуговицами. Можно подумать, что этот кусок ткани нужен для заплаток на случай, если одежда порвется. Но на самом деле во время первой стирки на нем можно проверить, как ткань реагирует на чистящие средства. Теперь не нужно беспокоиться о том, что ваше новое дорогое пальто сядет или поменяет цвет. Пузыри. Кто же их не любит? У многих до сих пор остались приятные воспоминания из детства, связанные с ними. Но теперь, чтобы вернуть это чувство, остаются только ванны с пеной. И правда, что может быть лучше после тяжелого рабочего дня, чем понежиться в теплой ванне, не так ли? И пузырьки не только делают вас чище. Ведь чем качественнее пузырьки, изолятор, тем дольше ваша ванна будет оставаться теплой. В коробках с шоколадом иногда можно обнаружить таинственные углубления. Обычно многие их игнорируют и достают шоколад, нажимая на нижнюю часть пластиковой упаковки. Но оказывается, что это неправильно. Ведь если нажать на одно из этих углублений, шоколад просто сам выскочит к вам в руки. Нужно определенно как можно скорее это попробовать. А вот еще кое-что прямиком из кухни. В ручках, на кастрюлях и сковородках часто имеются отверстия. Многие искренне полагают, что они нужны для того, чтобы просто развешивать посуду на стене и таким образом ее хранить. Однако у отверстия есть и другое применение. В него можно вставлять ложку во время приготовления еды. Порядок на кухне теперь гарантирован. Стеклянные бутылки обычно продаются сразу с крышками. Ну да, ведь иначе жидкость прольется. В этих крышках есть пластиковые вкладыши, у которых, как все думают, нет никакого специального назначения. А вот и нет. Это своего рода печать. Да не кричать, а печать. В общем, то, что помогает сохранять напиток шипучим. Да, как раз то, что нужно. Многие дверные ручки делаются из латуни не просто так. Все потому, что этот специфичный материал злейший враг бактерий. Да, он их просто уничтожает. Это прекрасно подходит для тех, кому нравится содержать дом в идеальной чистоте и избегать микробов. Эй, кто хочет рыбы? Новые модели iPhone с большими экранами имеют удобную опцию под названием «Опускание экрана». Благодаря ей вам не придется мучиться, чтобы добраться до верхней части экрана. Эту функцию можно найти в настройках специальных возможностей телефона. Она позволит вам опустить экран. Шумовые полосы на обочине дороги предназначены, чтобы будить водителей, которые задремали за рулем. Когда шины автомобиля попадают на эти полосы, шум и вибрации работают как будильник. Большинство кухонных ножниц имеют посередине металлические зубчики, похожие на плоскогубцы. Они позволяют использовать устройство для нескольких целей. Обычно они находятся между ручками, чтобы можно было раскалывать орехи, панцири крабов и тому подобное. С их помощью также можно открывать банки и бутылки. Некоторые даже используют эти зубцы для удаления стеблей трав. Если у аудиоразъема три кольца, значит, ваше устройство может воспроизводить стереозвук, и в ваших наушниках есть функция микрофона. Черная решетка на дверце микроволновой печи называется клетка Фарадея. Она нужна, чтобы улавливать микроволны, иначе еда не будет готовиться должным образом. Цифры на яйце могут многое рассказать о продукте. В ряде стран существует специальная система маркировки. Первое число указывает на способ производства. Двухбуквенный код обозначает страну, в которой яйцо было произведено. За ним можно увидеть регистрационный номер, который указывает на конкретное место производства. Первое число в этом коде может варьироваться от нуля до трех. Ноль означает, что это органическое яйцо. Один – яйцо, снесенное курицей, которое разрешено бегать на открытом воздухе. Два – это яйцо, произведенное в закрытом помещении. Три – яйцо от курицы, содержащиеся в клетке. Черная полоса и точки, которые проходят по краям лобового стекла, называются фриты. На самом деле это запеченная керамическая краска. Она начинается со сплошной черной полосы у края лобового стекла и затем переходит в мелкие точки. Полоса делает стекло более грубым и клей лучше к нему прилипает. Также она защищает уритановый герметик, вещество, которое крепит стекло к раме и не дает клею плавиться под ультрафиолетовыми лучами солнца. Что касается черных точек, то они помогают более равномерно распределять температуру в салоне. А еще они носят эстетическую функцию. Без них контраст между стеклом и темной полосой был бы слишком резким. Если вы видите пару джинсов с дополнительной петлей, это специальные джинсы для велосипедистов. Скорее всего они относятся к коллекции для загородного отдыха. Назначение этой петли удерживать замок велосипеда. У бегунков молнии часто есть наружные кольца. Особенно если на молнии два бегунка. Эти кольца позволяют соединять их вместе и закрывать замочком в избежании кражи. У клавиатур есть маленькие ножки. Их разработали для того, чтобы клавиатура находилась под наклоном и пользователь лучше видел, какие клавиши нажимает. Однако при работе на плоской клавиатуре запястья устают намного меньше и людям, которые могут печатать не глядя на клавиатуру, эти ножки не нужны. Ложка для оливок обычно изготавливается из нержавеющей стали и имеет небольшие отверстия, вырезанные в чашеобразной головке. Когда вы зачерпываете такой ложкой оливки, вишни, маринованный чеснок и другие продукты из банки, отверстия позволяют быстро и легко сливать лишнюю жидкость. Удобно, правда? Пончики делают в форме колец, потому что в противном случае они будут пересушенными по краям и сырыми, и липкими внутри. Благодаря отверстиям они готовятся равномерно. Пончики без отверстий обычно заполняют заварным или сливочным кремом или желе. Хм, у них нет углов, а значит, меньше слабых мест, из которых может вылиться начинка. Если держать полную коробку сока слишком крепко, можно всё разлить. Чтобы этого избежать, отогните треугольники по бокам коробки с соком и используйте их, чтобы держать напиток. У некоторых автомобилей на приборной панели есть крошечный знак с чашкой кофе. Это часть механизма, который не даст вам уснуть за рулём. Некоторые производители оснащают свои авто с системой обнаружения сонливости. Она анализирует скорость, угол поворота колёс и отклонение от полосы движения и выясняет, не пора ли водителю сделать перерыв. Если это так, автомобиль начинает подавать звуковые сигналы и знак кофейной чашки принимается мигать. Наклейки на фруктах и овощах в супермаркете полной информации. Если на наклейке есть четырёхзначный код, продукт был выращен обычным способом. В большинстве случаев это также означает, что в процессе использовались пестициды. Если продукт органический, на наклейке будет пять цифр, а первая цифра – девять. Генетически модифицированные продукты также имеют пятизначный код, ну а первая цифра там – восемь. Сахар раньше продавался в виде сахарных голов. Это такие высокие твёрдые конусы. В те времена, чтобы добыть сахар к чаю, нужно было использовать специальный молоток. После этого сахар раскалывали на более мелкие и аккуратные куски. Только в середине девятнадцатого века изобрели первый пресс, который начал нарезать сахар кубиками. Продукт стало легче хранить и транспортировать. В небольшое отверстие в ключе можно вставить отвертку, чтобы придать ключу дополнительный крутящий момент. Этот метод также хорош при неудобном угле. Когда вы водите в темноте, вам может мешать свет фар автомобилей позади вас. Если у вас ручное зеркало заднего вида, найдите внизу язычок и сдвиньте его. За стеклом в зеркале расположен отражающий материал. И, сдвинув язычок, вы измените угол его наклона и приглушите отражённый в зеркале свет. Ложки для мороженого бывают разных цветов, и обычно это связано не с эстетикой. Свет указывает на размер ложки. Таким образом, вы сможете легко вычислить, сколько шариков получится из килограмма мороженого. Ух ты, килограмм мороженого! Я в деле. Некоторые колпачки на тюбиках полые сверху и имеют небольшой шип внутри. Его назначение проколоть наклейку из фольги или заглушку, которая запечатывает тюбик. Просто прижмите верх крышки к горлышку тюбика, и вам не придётся отрывать крошечную фольгу пальцами. Символ с буквы «Р» в круге на упаковке продукта означает, что торговый знак официально зарегистрирован, и владелец торговой марки имеет право размещать его на всех своих продуктах. Он также может подать в суд на любого, кто попытается использовать эту торговую марку. У заправочных пистолетов на бензоколонках обычно имеется небольшая металлическая защёлка на рукоятке. Её можно использовать, чтобы зафиксировать рукоятку в нажатом положении. Тогда бензин продолжит поступать в бак, даже если вы её отпустите. В прошлом монеты были разных форм, иногда довольно странных. Нечестные люди использовали это в своих интересах. Они крали ценные металлы, из которых были сделаны монеты, срезая углы. Чтобы предотвратить такого рода мошенничество, монеты стали делать круглыми и наносить на их ребра засечки. Два отверстия в палочке для леденца предназначены для удержания конфеты на месте. Когда палочку опускают в горячий жидкий сироп, тот попадает в отверстие и затвердевает. Сладость уже никуда не денется. Кусочки ткани, которые поставляются вместе с одеждой, предназначены, чтобы пробовать на них чистящие средства. Так вы не испортите дорогую для вас вещь при стирке. Отверстия в наушниках позволяют воздуху циркулировать в динамиках. Это помогает усилить низкие частоты, делая басы более глубокими. Качество звука в целом также становится лучше. И это прекрасно. Степлер можно настроить таким образом, документы только временно. Для этого достаточно повернуть область обжима. В большинстве степлеров есть два варианта сшивания. Один из них стандартный, а другой это когда скрепки сгибаются в сторону от центра. Позже их будет легко удалить вручную. Если хранить банки с арахисовым маслом, вверх дном масло переместится на дно, а сама паста с твердыми частицами окажется сверху. Эй, не смейтесь, для некоторых это очень важно. Цилиндр на конце кабеля не такой бесполезный, как может показаться. На самом деле это ферритовая бусина, которая используется во многих электрических проводах для снижения электромагнитных помех. Без таких цилиндров электрические провода ловят помехи, словно антенны. Есть причина, по которой вращающаяся платформа внутри микроволновой печи имеет круглую форму. Круглый предмет равномерно распределяет тепло, в отличие от прямоугольных и квадратных. Когда вы помещаете внутрь прямоугольный контейнер, энергия фокусируется на углах, а не распределяется равномерно, как в круглом контейнере. Регулятор температуры на тостере обычно используют, чтобы выбрать, насколько прожаренными будут тосты. Но на самом деле он предназначен для разных видов хлеба. белый и сладкий хлеб нагревается гораздо быстрее, темный рожаной. Чем старше хлеб, тем больше времени ему потребуется, чтобы стать золотисто-коричневым. У большинства духовок есть возможность оставить дверцу приоткрытой, когда внутри находится блюдо. Вы наверное думаете, что это помогает духовке быстрее остыть после использования. На самом деле смысл в том, чтобы сосредоточиться на приготовлении верхней части блюда и получить аппетитную корочку. Контролируя накопление тепла и пара путем их выпуска через приоткрытую дверцу, вы получите желаемый результат, не дав блюду подгореть. Вы наверное заметили, что в вашей посудомоечной машине есть специальные зоны для различных видов столовых приборов и посуды, но все предметы должны быть развернуты к центру, а не в одну сторону. От того, для какой пищи использовались тарелки, зависит, куда их лучше поставить. Поскольку середина машины получает самую сильную струю, тарелки с пятнами от помидоров и картофеля, содержащими углеводы, следует размещать именно там. Во время мойки моющее средство стекает в основном по краям машины, создавая эффект водопада, поэтому посуду с пятнами на основе белка, например, от яиц, лучше ставить туда. Потолочные вентиляторы в жаркий день гонят холодный воздух вниз, чтобы он циркулировал по комнате, но они могут быть полезны и зимой, если вы щелкнете переключателем или подтянете за веревочку. Если хотите сэкономить на отоплении и быстрее прогреть комнату в холодный день, включите вентилятор в зимнем режиме. Он потянет воздух вверх и поможет распространить тепло по комнате. Вы все еще используете клейки и листки для заметок вместо новомодных приложений? Добро пожаловать в клуб! Очень раздражает, когда они начинают закручиваться. Если вы сталкивались с этой проблемой, значит вы отклеивали их снизу вверх. Это и приводит к скручиванию. Если отрывать их сбоку, они останутся плоскими и будут лучше держаться на месте. Знаете ли вы, что консервные ножи изобрели только через 50 лет после распространения консервных банок? И как же люди открывали банки? Есть альтернативные способы на случай, если вы потеряете свою надежную открывалку. Все, что вам нужно, это металлическая ложка. Поставьте банку на стол, крепко держите ее и возьмитесь за головку ложки. Надавите у края крышки банки и энергично потрите небольшой участок. Это займет время, мятина превратится в отверстие. Когда отверстие станет достаточно широким для кончика ложки, подденьте крышку и продолжайте двигаться вдоль края, пока наконец не получите доступ к содержимому банки. Большинство унитазов работают за счет давления воды и силы тяжести, поэтому электричество на них не влияет. Но если для работы вашего унитаза требуется электричество, при перебоях с ним у вас могут быть проблемы. Хорошая новость в том, что электроэнергия используется только для наполнения бачка, а не для смыва. Поскольку механизм смыва все равно будет работать, откройте бачок, залейте в него пару литров воды и смело делайте свои дела. Сток в душевой со временем засоряется. Это неизбежно. Мы теряем от 50 до 100 волос в день, и многие из них застревают что влечет за собой скопление другого мусора. Отличный лайфхак. Вставить шланг пылесоса в сливное отверстие и извлечь пробку. Оберните конец шланга влажной тряпкой, чтобы исключить выход воздуха. Вакуум поможет сосать засор намного эффективнее. Так вы сэкономите на вызове сантехника, который и сам использует эту хитрость. Чтобы свечи горели дольше, регулярно подрезайте фитили и держите свечи как можно дальше от любой влаги. Это гарантирует, что воск останется твердым и не догорит раньше времени. Пустое пространство между стеклами в дверце духовки существует не просто так. Туда можно просунуть щетку, чтобы почистить стекла. Доступ к этому пространству легко получить через нижнюю часть дверцы. Выдвиньте нижнюю полку, а затем просуньте щетку в отверстие. При парковке в гараже бывает непросто определить дистанцию до задней стенки. Не все автомобили оснащены датчиками, которые следят за тем, чтобы вы не проделали бампером снятина в стене. Повесьте на потолок теннисный мячик на веревке в нужном месте, и вы вовремя остановитесь. Все мы в курсе, что если замок заело, его нужно смазать. Но если смазки под рукой нет, можно использовать простой карандаш. Покрасьте им ключ по бокам, прежде чем вставлять в скважину. Повторите несколько раз, пока замочная скважина не будет достаточно смазана, и ключ не начнет поворачиваться плавно. Вы можете испортить кран или душевую насадку, если попробуете отрегулировать их плоскогубцами. К тому же инструмент будет соскальзывать. Возьмите пару кусков старого садового шланга и прикрепите их к губкам плоскогубцев. Захват здорово улучшится, и вы больше ничего не испортите. Куски старой резины очень полезны в домашнем хозяйстве. Если у вас не получается затянуть или ослабить винт с помощью отвертки, попробуйте использовать резинку. Закройте ей головку винта, и отвертка получит гораздо большее сцепление с поверхностью. Таскать цементные блоки небезопасно для вашей поясницы. Даже если у вас есть тачка, процесс разгрузки цемента может быть очень рискованным. Три простые цилиндрические трубы помогут изменить ситуацию к лучшему, независимо от размера блока. Приподнимите край первой трубы с помощью монтировки и продолжайте маневрировать, постепенно направляя все три трубы в нужное место. Только не стоит делать это на склоне. Первый удар по гвоздю может быть очень удачным или наоборот привести к тому, что большой палец будет болеть. Заколка невидимка идеально подходит, чтобы удерживать гвоздь на месте. Так вы сможете не волноваться за свою руку и смело заколачивать гвоздь. При работе с пилой с подачей воды используйте восковой мелок вместо ручки или карандаша, чтобы не смыть разметку. Кроме того, след от мелка легче разглядеть через проверка водостоков на крыше на предмет засоров может занять много времени. С помощью клейкой ленты прикрепите зеркало к концу длинной швабры и посмотрите не пора ли чистить водосток. Чтобы лестница крепче держалась на месте, когда вы решите забраться на крышу, ставьте ее опоры в старые ботинки. Площадь подошв и их сцепление с землей сделают вашу миссию более безопасной. Жидкий герметик обычно продают в огромных тюбиках, поэтому его сложно сразу использовать до конца. Герметик твердеет и закупоривает носик. Возьмите обычную пробку и просверлите в ней отверстие, чтобы сделать идеальную крышку для жидкого герметика. Теперь он готов к повторному использованию. Вы когда-нибудь задумывались, для чего нужны дополнительные отверстия в верхней части кроссовок? Они позволяют завязывать шнурки разными способами. Это полезно, когда вы идете по пересеченной местности или, например, повредили палец. Кроме того, вы можете изменить внешний вид обуви по своему вкусу. Многие люди используют бумажную суперобложку книги в качестве закладки, и это, конечно, лучше, чем загибать уголки страниц. Но главная цель суперобложки защищать книгу, если вы, допустим, прольете на нее сок или уроните еду во время чтения. У упаковки Тик-так есть небольшой желобок в верхней части, чтобы вы получали только одно драже за раз. Хотя давайте будем честны, никто так не делает. Большинство из нас вытряхивает целую кучу за раз, а потом засовывают лишние дрожжи обратно. Резиновые бугорки между протекторами шин предназначены для вашей безопасности. Выпуклые кромки указывают на минимальную высоту протектора. Если бугорки сравнялись с кромками, вам пора посетить шиномонтаж. Если же бугорки заметно ниже уровня кромок, все в порядке. А что насчет черной решетки над дверцами кроволновой печи? Это так называемый экран Фарадея, и он нужен для того, чтобы микроволны не вырвались наружу и не превратили всю комнату в клетку Фарадея. Если микроволны выйдут наружу, ваша еда не приготовится должным образом. Да, из-за решетки вам сложнее увидеть блюдо во время приготовления, зато электромагнитная энергия останется внутри. Вы знали, что отвертку можно использовать с гаечным ключом? Накиньте на нее гаечный ключ, чтобы увеличить крутящий момент. Именно для этого у отвертки такая форма. Вспомните о гаечном ключе, когда вам понадобится закрутить винт в неудобном месте. Вы наверняка слышали, что синяя сторона ластика может стереть ручку. Это неправда. Она рассчитана на то, чтобы стирать карандаш, но с более плотной бумаги. Синя сторона может удалить кляксы, которые остаются после использования красной части ластика. Вы когда-нибудь задумывались, почему апельсины в супермаркетах обычно продают в красном сетчатом пакете? Это трюк, чтобы фрукт казался вам более ярким и вам хотелось его купить. Маленький совет. Не выбрасывайте сетчатый пакет. Завяжите его и у вас появится маленькая губка для мытья раковины, кухонных приборов и посуды. Наверное, вы замечали, что мячи для гольфа негладкие. Их поверхность покрыта множеством маленьких ямочек, но так было не всегда. В какой-то момент опытные игроки заметили, что старые мячи с дефектами летают дальше, чем новые. Такие изъяны создают турбулентность в воздухе вокруг мяча, что в итоге снижает тягу. Производители начали выпускать мячи с ямочками, чтобы они могли зубочисток. Иногда в верхней части зубочисток есть канавки. Вы можете отломить кусок зубочистки и использовать его как подставку, чтобы не класть зубочистку прямо на стол. У зеркала заднего вида в автомобиле есть язычок, который помогает обеспечить вашу безопасность. С его помощью вы можете перевести зеркало в ночной режим, чтобы вас не слепил дальний свет едущих сзади машин. В общем, эта маленькая штучка помогает контролировать блики от чужих фар. Эта функция появилась в 30-х годах прошлого века, но стала частью стандартного оборудования большинства грузовых и легковых автомобилей только в 70-х. Видите крошечное отверстие в айфоне рядом с задней камерой? Это микрофон. Он нужен, чтобы телефон мог записывать звук, когда вы поворачиваете камеру. На некоторых проводах вы можете холстый цилиндр. Он называется ферритовым фильтром, и его основное и единственное назначение блокировать высокочастотные электромагнитные помехи вроде раздражающего статического шума, который возникает, если поднести телефон слишком близко к динамику. Кабели с большими цилиндрами очень полезны, так как они предотвращают подобные вещи. Знаете ли вы, почему на багажных сумках и рюкзаках у молнии обычно два бегунка. Так их удобнее и проще открывать, но не только это. Вы можете скрепить два бегунка вместе, чтобы посторонние не добрались до ваших вещей. В туалетах в общественных местах, например, в торговых центрах, под дверцами кабинок бывают большие щели. Они нужны для лучшей циркуляции воздуха. С такой дверью в туалете проще убираться, и вам сразу понятно, занята ли кабинка. Кроме того, если замок на двери вдруг сломается, у вас будет способ выбраться. Вы сможете просто проползти под дверью. Вы замечали пластиковые заглушки на хозяйственных ножах? Еще на их лезвиях есть желобки, чтобы вы могли отломить затупившийся кончик. Пластиковая заглушка поможет сделать это. Вам останется только сместить ползунок и выдвинуть острое лезвие. Если вы когда-нибудь рассматривали обычную продуктовую тележку, вы, вероятно, знаете о торчащих металлических петлях. Они предназначены для защиты предметов, которые вы везете в тележке. Вы можете повесить на петле пакеты с мягкими продуктами, такими как хлеб, или с хрупкими продуктами вроде яиц, чтобы случайно не раздавить их чем-нибудь тяжелым. У многих кофейных кружек есть изогнутые выемки на дне. Когда вы моете кружки, ставьте их в посудомоечной машине под углом. Так вода не будет в них скапливаться, и вы достанете из посудомойки не только чистую, но и абсолютно сухую посуду. Если вы любите Макфлури, вы, вероятно, замечали квадратное отверстие в ручке ложки этого десерта. Оно сделано специально для того, чтобы прикреплять ложку к специальной машине, которая смешивает мороженое и топпинги. У машины есть стержень, который вставляется в эту квадратную ложку. После перемешивания вы получаете готовый десерт с ложкой. Весьма элегантное решение. У больших кувшинов с молоком на одной стороне есть вмятина. Кто-то может посчитать это случайным дизайнерским решением, но на самом деле вмятина служит нескольким целям. Например, она расширяется, если в кувшине скапливается газ. Так вы понимаете, что молоко испортилось, даже не пробуя его. Кроме того, благодаря вмятине кувшин не лопнет, если вы его уроните. Она обеспечит пространство для расширения и компенсирует внезапное давление, возникающее, когда вы роняете кувшин. Зубная нить. Конечно, она важна для здоровья ваших зубов и нить полезна и на кухне, потому что она очень точно нарезает торт, гораздо лучше, чем нож. У большинства кухонных ножниц есть зубчатое отверстие в центре, где сходятся лезвие и ручки. Его можно использовать для нарезки сложных трав, таких как розмарин, тимьян или шнит-лук. Благодаря этому отверстию вам не придется отрывать листья вручную, вы удалите их одним движением. Контейнеры с йогуртом на одну порцию обычно запечатаны крышкой из фольги. В большинстве случаев эту крышку можно использовать в качестве одноразовой ложки. Просто отклейте крышку и после нескольких простых сгибов у вас будет идеальная маленькая ложка. Приятного аппетита! Если вы увидите пожарный гидрант на улице, то подумаете, что его высота составляет около метра, но на самом деле размеры устройства используемого для обеспечения всему миру в два раза больше. Дело в том, что половина гидранта спрятана под землей. Обычно эти устройства красного цвета, и это не просто вопрос городского дизайна. Гидранты должны быть ярких, легко заметных цветов, чтобы пожарные могли быстро заметить их в случае необходимости. Выбор цвета может зависеть от мощности гидранта. Например, в некоторых штатах США это выглядит так. Красный пожарный гидрант способен выплескивать 1900 литров воды в минуту, а оранжевый более 3500 литров. Зеленые выдают до 5700 литров в минуту, а синие самые мощные еще больше. Разве не раздражает, когда шар для боулинга трескается во время игры? Оказывается, в основном это происходит из-за неправильного хранения шара или скачков температуры. А теперь признайтесь, раз он уже треснул, неужели вам не интересно, что находится внутри? Мне да. Давайте посмотрим. Внутреннее ядро шара делают из порошкообразных оксидов металлов, например, оксида кальция или железа. Их смешивают со смолой и катализатором, чтобы вся смесь затвердела. Штука в форме лампочки, которую вы видите внутри шара, на самом деле является его самой тяжелой частью. Она баланчика с краской. Когда вы его трясете, он издает странный звук. Но что это за штука внутри? Она называется горошина и помогает поддерживать красящую смесь в хорошем состоянии. Обычно ее делают из пластика, металла или керамики. По сути, он выполняет роль венчика, который перемешивает краску перед нанесением на выбранную вами поверхность. Вы когда-нибудь задумывались, почему газировка в бутылках не выходил из бутылки, даже если вы целый день будете трясти ее в сумке. Кстати, о вещах, которые мы используем в жаркий летний день. Подождите, не надевайте пока бейсболку. Посмотрите на нее внимательно и вы заметите, что на самом верху есть маленькая пуговица. Как думаете, это просто элемент дизайна? Когда люди только начали шить такие кепки из ткани, пуговица была более функциональной. Она находится в верхней части бейсболки, там, где соединяются все клинья. Раньше она помогала удерживать их вместе. Теперь технологии изменились и функция пуговицы скорее эстетическая. Она скрывает место соединения клиньев. Возможно, на вашей кепке вообще нет пуговицы, но не кажется ли вам, что с ней бейсболка выглядит лучше? У хлопковых дисков две стороны. И если вы внимательно посмотрите на них, то обнаружите, что они различаются по текстуре. Текстурированная сторона предназначена для нанесения макияжа, а гладкая для снятия. Книжные черви, этот факт для вас. Бумажные суперобложки, которые прилагаются ко многим книгам в твердом переплете, предназначены не только для того, чтобы привлекать внимание. Они также могут служить закладками. Просто сложите страницы, которые вы уже прочитали под внутренний клапан суперобложки и вуаля. Когда будете в следующий раз надевать рубашку, посмотрите на петлю для верхней пуговицы. Она развернута горизонтально, а все остальные вертикально. И это не случайность. Пока все петли делали одинаковыми, верхняя и нижняя пуговицы рубашек непроизвольно расстегивались в течение дня. Когда направление проблемных петель изменили, непослушные пуговицы что нам трудно представить, как мы раньше жили без него. Вы можете встретить мороженое с таким печеньем или даже приготовленный из него торт. На самом деле, знаменитое печенье изобрели лишь в 1930 году. История гласит, что женщина по имени Рут Грейв Уэйкфилд хотела испить шоколадное печенье для гостей, но обнаружила, что у нее закончился пекарский шоколад, важнейший ингредиент для классического печенья. Чтобы исправить ситуацию, она нарезала плитку полусладкого шоколада, думая, что под воздействием тепла духовки он равномерно распределится по тесту. Все пошло не по плану. Но это и хорошо, ведь так появился новый десерт, который быстро стал классикой. Продолжая тему еды, можно отметить, что картофельные чипсы еще моложе печенья с кусочками шоколада. Есть множество историй, пытающихся объяснить, как и когда они появились. Одна из них звучит так. Нью-йоркский повар по имени Джордж Крам приготовил первые чипсы в 1953 году. Он решил опробовать новый способ приготовления, когда один из клиентов плохо отозвался о его картофеле фри. Он сказал, что ломтики были слишком толстыми и мягкими. Тогда Крам нарезал картофель тоньше и сильнее его обжарил. Людям первую в истории партию чипсов. Мороженое в вафельном рожке? Если история правдива, то в 1904 году на всемирной выставке в Сент-Луисе у одного из продавцов мороженого закончились стаканчики. Тогда он придал вафле форму конуса, а что было дальше, вы и сами догадываетесь. Про образ жевательной резинки существует со времен древних греков. Люди всегда любили жевать. Однако настоящая жвачка, которую мы покупаем сегодня, появилась лишь в конце 19 века. Американский изобретатель по имени Томас Адамс смешивал различные химические вещества для получения резины. Он попытался использовать древесный сок чикл. Резина из этого не вышла, зато получилась жвачка. Чикл и по сей день используют для производства большинства жевательных резинок. В 19 веке жил человек по имени Жан-Батис Джоли, который работал в текстильной промышленности. Он придумал нечто, что мы часто используем в наши дни, но изобретение связано не столько с ним, сколько с его служанкой. История гласит, что женщина случайно опрокинула керосиновую лампу на скатер. Жоли заметил, что ткань не испортилась, а стала чище. Вы уже догадались, что произошло дальше? Да, именно так возникла идея первой химчистки. Очень удачная случайность, как мне кажется. А знаете ли вы, что изначально спички назывались огни трения? По крайней мере, так их называл изобретатель, химик по имени Джон Уокер в 1826 году. Однажды он совершенно случайно провел палочкой, покрытой химикатами, по шершавой поверхности очага, и та вспыхнула. Первоначально спички делали из картона, а затем их стали изготавливать используя дерево и наждачную бумагу. В 40-х годах 20-го века человек по имени Гарри Кувер наткнулся на химический состав, который, казалось, прилипал к чему угодно. Научное сообщество не придало этому большого значения, посчитав вещество бесполезным. В 1951 году Кувер изучил формулу более подробно и продолжил работу над ней вместе с исследователем из компании Истмен Кодек Фредом Джойнером. Они назвали свое изобретение катализируемый алкоголем цианокрилатный клей. Но вы наверняка знаете его как суперклей. В наши дни он имеет столько применений, в том числе в сфере безопасности, что сложно представить, как мы обходились без него. В 1903 году ученый по имени Эдвард Бенедиктус случайно уронил колбу. Он посмотрел вниз и был поражен, увидев, что стеклянная посуда треснула, но в колбу он выяснил, что стекло удерживается вместе благодаря веществу под названием нитрат целлюлозы, покрывающему его внутреннюю поверхность. Та-да! Так человечество получило безопасное стекло. Что может быть лучше хорошего тоста с маслом на завтрак? Правда, намазывать на тост холодное сливочное масло бывает трудно, поэтому можно взять терку для сыра. Просто возьмите кусок масла и натрите столько, сколько нужно. Этот процесс размягчит сливочное масло и облегчит намазывание, и вам не придется растапливать слишком большое его количество. Макароны бывают разных форм и размеров не просто так. Это потому, что каждый вид пасты лучше всего сочетается с определенным соусом. Например, ракушки идеально сочетаются с более густыми и жирными соусами. Почему? Потому, что соус попадает внутрь, что облегчает подачу и употребление блюда. Ребристая поверхность также помогает покрыть ракушки соусом. Если у вас подгорело печенье, это можно исправить с помощью все той же терки. Просто сточите все почерневшие части на терке после того, как аккуратно достанете печенье с противня. Главное подождать, чтобы печенье остыло. А если вы немного испортите форму, то всегда можно залить печенье растопленным шоколадом. После того, как шоколад остынет, у вас получится печенье идеальной формы. Хотя, после того, как вы их съедите, будет ли форма печенья иметь хоть какое-то значение. Если вы предпочитаете класть в бутерброды много ингредиентов, но при этом вам совсем не нравится, когда хлеб становится сырым, есть способ уменьшить количество влаги. Возьмите нарезанные помидоры или огурцы и положите их минут на пять между двумя бумажными полотенцами. Кроме того, не забудьте сначала намазать хлеб маслом, сыром или соусами, например, майонезом или кетчупом. Это поможет запечатать хлеб и не допустить попадания на него влаги. Некоторые думают, что маленькую белую нитку, которая находится рядом с яичным желтком, перед приготовлением яйца нужно удалять. Это халаза, и от нее совсем не нужно избавляться. Она помогает удерживать желток на месте в центре яйца. Халаза не портит консистенцию или вкус, поэтому ее удаление никакого смысла не имеет. Вы когда-нибудь замечали, что у коробки с соком есть два клапана? На самом деле это ручки. Производители делают коробки таким образом, чтобы нам было легче их удерживать. Так коробка не сдавливается и сок не вытекает. Не нужно быть настоящим шеф-поваром, чтобы знать, что при готовке используется как белый, так и коричневый сахар. Но вы когда-нибудь думали, чем они отличаются? Оказывается, единственное их отличие в том, что во время производства в коричневый сахар добавляют патоку. Патока это по сути разновидность сиропа, который получается при переработке сахарного тростника. Обычно в процессе рафинирования его удаляют, и именно так получается белый сахар. Но если в конечном продукте остается патока, то получается коричневый сахар с его специфическим вкусом и более темным оттенком. Есть много вещей, которые можно класть в посудомоечную машину, кроме посуды. Например, силиконовые прихватки, ручки от духовки или плиты, кухонные губки и многоразовые полотенца. У средства для мытья посуды тоже есть много разных способов применения. Например, им можно чистить от грязи садовую мебель. Просто положите немного средства в теплую воду и используйте раствор для протирания уличной мебели куском ткани. Затем тщательно все помойте садовым шлангом. А еще таким образом можно избавиться от жирных пятен на одежде, будь то соус для пасты или заправка для салата или все остальное, что не попало в рот. Просто нанесите на пятно немного средства, а затем смойте водой. Для светлой одежды используйте бесцветное средство. При более сложных пятнах дайте средству время впитаться, а затем бросьте одежду в стиральную машину и подумайте о том, что пора бы уже купить фарту. Если ваши шкафы перегружены одеждой, есть простой способ навести порядок. Воспользуйтесь правилом «Одно пришло, другое ушло». Это значит, что каждый раз при покупке нового предмета одежды вам нужно избавиться от того, что у вас уже есть. Таким образом, у вас в шкафу будут только необходимые вещи. Для быстрого поиска одежды самые используемые вещи держите на уровне глаз, так их будет легче найти при спешке. Вещи, которые используются реже, например, вечерняя одежда можно держать на нижних или верхних полках. Емкости от дезодорантов Old Spice могут быть очень полезны, если к их внутренней стороне приклеить мощные магниты. Их можно использовать для хранения повседневных вещей, кухонных щипцов, ложки для мороженого или даже столовых приборов. А еще их можно прикрепить к любой металлической поверхности, например, к дверцах холодильника. Там они будут прекрасно сочетаться с вашими кухонными магнитами. В прачечной есть отличная вещь для сбора шерсти домашних животных. Это даже лучше, чем валики для ворса. С помощью салфеток для кондиционирования белья можно легко собирать собачью или кошачью шерсть. Они подходят для всех поверхностей, но особенно эффективны для мягкой мебели. Если вам не нравится скрипящая дверь, возьмите кусок мыла и натрите им петли. Но это поможет лишь на некоторое время, так что не поленитесь сходить в хозяйственный магазин и купить специальную смазку. Вы когда-нибудь замечали, что в лифтах рядом с номером определенного этажа бывает значок звездочки? Нет, это не обозначение офиса какой-то суперзвезды. Это нужно для того, чтобы обозначить ближайший выход. И выход не всегда бывает на первом этаже. Обычно он находится на этаже, который ближе когда-нибудь задумывались, почему знаки Стоп красные. Раньше у них вообще не было определенного цвета. До 20-х годов прошлого века у них не было даже стандартизированной формы. В 1922 году за основу взяли восьмиугольник, но тогда они были желтыми. А все потому, что красный цвет слишком быстро выцветал на солнце, поэтому желтый цвет казался лучшим вариантом. Понадобилось еще 30 лет для изобретения стойкой краски. В итоге цвет знака Стоп сменился обратно на красный. В конце концов, все согласятся, это самый заметный цвет. Вы знали, что есть сорт роз, которые могут вырасти выше людей? Согласно книге рекордов Гиннесса, самый высокий розовый куст в мире вырос в Вене, Австрия. Его высота составляла целых восемь метров. Да, бывают же чудеса. Точно так же, как не бывает людей с одинаковыми отпечатками пальцев, не бывает и тигров с одинаковыми полосками. Именно так люди, которые с ними работают, отличают их друг от друга. В подвале здания Белого дома есть собственный цветочный магазин. Там составляют цветочные композиции для всех официальных мероприятий, которые проходят в резиденции. Неудивительно, что пицца стала основным американским блюдом, несмотря на ее итальянское происхождение. Каждую секунду в США продается по 350 кусочков пиццы. Чтобы удовлетворить этот огромный спрос, около 17% всех ресторанов в США являются пиццериями. Есть отличный способ приготовления лимонного сока таким образом, чтобы косточки не попадали в напиток. Нужно разрезать фрукт пополам и отжать его с помощью кухонных щипцов. Острая часть лимона должна смотреть вниз, и так сок потечет вниз, а косточки останутся в лимоне. Кстати, лимонад очень хорошо сочетается с пиццей. В крекерах есть отверстия, чтобы они не трескались и не ломались во время выпекания. Если бы отверстий не было, внутри крекера скапливался бы пар, разрушая печенье. Изучите бутылку газировки, и вы заметите под ее крышкой диск. не выходил газ. Длинное горлышко бутылки сделано таким образом, чтобы вам было удобно держаться за него. Так тепло от руки согреет только верхнюю часть бутылки, а не весь напиток. Еду в микроволновой печи трудно разглядеть из-за черной решетки на дверце, но она нужна для защиты от вредных микроволн. Это клетка Фарадея, и она не только защищает вас, но и гарантирует, что еда готовится В упаковке чипсов содержится около 43% азота. Можно подумать, что вы платите за воздух, но все с точностью до наоборот. Кислород, которым мы дышим, вступил бы в реакцию с чипсами внутри пакета, заставив их быстро прогоркнуть. Этот процесс называется окисление. Азот это инертный газ, который помогает сохранять продукты свежими и защищает их во время перевозки. Пакетик чипсов с газовой подушкой позволяет нам наслаждаться хрустящими чипсами, а не крошками. В пончиках есть отверстие, чтобы внутренние и внешние части пропекались равномерно. До его появления внутренняя часть часто оказывалась сырой, а внешняя слишком сухой. Поля для бумаги нужны не для пометок и нумерации страниц. Изначально их делали для защиты. Раньше в домах бегало много крыс, а бумага была одной из их любимых закусок. Поля делались для того, чтобы крыса вместе с бумагой не сгрызали важную информацию. Дырка в палочке от леденца нужна не для того, чтобы предотвратить удушье, если ее когда-нибудь проглотит, а чтобы удерживать конфету. Избыток сиропа стекает в полую трубку и в отверстие. Затвердев, он удерживает конфету на месте. Если бы палочка была гладкой, конфета бы легко соскальзывала. Пылесосы продаются с разными насадками, но для чего нужна щетка с длинной щетиной? Она предназначена для сбора пыли с картин в рамах, жалюзи и абажуров. В чем разница между пластиковой вешалкой и деревянной? На вешалках из кедра одежда висит ровнее, а еще этот материал отпугивает моли других насекомых. Соль нужна не только для приготовления пищи, она может избавить вас от резких запахов, например, от запаха чеснока после его нарезки. Это работает и с обувью. У тостеров есть потайной отсек в нижней части, который можно вынуть, чтобы вытряхнуть все набившиеся крошки. Если вам неудобно доставать конфеты из коробки, взгляните на эти маленькие дырочки. Надавите на них прямо рядом с конфетой и она легко выскочит. Когда вы пьете кофе из стакана с крышкой, давление воздуха в нем снижается и новый воздух стремится попасть в стакан. Маленькая дырочка на крышке нужна, чтобы давление выравнивалось и вы могли пить через основное отверстие. Кстати, о крышках для напитков. Маленькие кнопки на них позволяют работникам ресторана, да и клиентам понять, каждая кнопка есть название, просто взгляните, какая из них нажата. Цифры на наклейках с фруктами могут рассказать, как именно они были выращены. Если там 4 цифры, а первая четверка или тройка, то плод был опрыскан пестицидами. Если там 5 цифр, а первая девятка, плод был выращен органически. Если цифр 5, а первая восьмерка, плод был генетически модифицирован. Когда вы возвращаетесь к машине после того, как упаковали все покупки, используйте петли на тележке, чтобы повесить сумки, и более мягкие продукты, такие как хлеб, яйца, фрукты и овощи не будут раздавлены более тяжелыми. Если у вас нет никого, кто мог бы подержать другой конец рулетки, когда вы пытаетесь что-то измерить, забейте гвоздь и прикрепите к нему ленту, используя крошечное отверстие, которое есть на всех рулетках. Ложка квадратной формы, которая идет в комплекте с десертом Макфлури, помогает смешивать мороженое с топпингами. Ложка прикрепляется к аппарату и вращается. Наружные навесные замки быстро портятся из-за влаги. Видите маленькую дырочку внизу? Туда нужно капать машинное масло. Смажьте замок, и ключ снова будет легко поворачиваться. Вы стучите по дну стеклянной емкости с кетчупом, но это не помогает. Поверните бутылку с кетчупом под углом и постучите посередине горлышка. Во многих ресторанах быстрого питания вам предлагают налить кетчуп или горчицу в маленькие бумажные стаканчики. Хорошая новость! Эти стаканы разворачиваются, превращаются в тарелочки и вмещают больше соуса. Отверстие в ручке кастрюли или сковородки не только позволяет вешать их на стену. Во время приготовления пищи туда можно вставлять ложку для перемешивания, чтобы на кухне было чище. Синие щетинки или щетинки любого другого темного цвета на зубной щетке служат индикаторами. Когда они выцветают, пора менять щетку или ее головку. Дополнительное отверстие в верхней части раковины имеет пару тайных функций. Во-первых, если кто-то забудет закрыть кран, вода не перельется через край и ванную комнату не затопит. А во-вторых, благодаря этому отверстию вода стекает быстрее, так как оно пропускает воздух, помогая воде уходить. В металлических молниях есть скрытый замок, который оберегает нас от конфузов с расстегнутой ширинкой. Не оставляйте ручку бегунка в положении вверх. Когда вы ее опускаете, она блокирует замок благодаря крошечным канавкам. Прокисшее молоко выделяет газы, как и другие продукты, когда они портятся. В некоторых пластиковых емкостях для молока есть углубления. Когда молоко портится и газы расширяются, углубления выпрямляются и емкость тоже расширяется. Если хотите заморозить молоко, за счет этих углублений емкость расширится, а не лопнет. Ароматная пена нужна не только для того, чтобы купаться было веселее. Она помогает регулировать температуру. Пузырьки сохраняют воду горячей, так что можно наслаждаться ванной чуть дольше. Но это работает только для акриловых ванн. Металлические быстро теряют тепло даже с пеной. На донышке многих чашек и кружек есть небольшие углубления. Их добавили из-за посудомоечных машин. Канавки позволяют воде стекать и не проливаться вам на ноги, когда вы достаете вымытую посуду. А еще эти канавки пропускают воздух, так что чашка не треснет, даже если чай очень горячий. Шип на колпачок тюбика с пастой или мазью добавляют не просто так. Как правило тюбики запаивают или запечатывают фольгой и лучше не открывать их ногтями. Шип легко откроет даже самый надежно запечатанный тюбик. Щетки на эскалаторах нужны не для того, чтобы полировать а не обувь, да и наносить воск на щетку, пока эскалатор находится в движении неудобно. Дело в нашей безопасности. Щетки не дают приблизиться к краю, поэтому длинное пальто или широкие джинсы не затянет между ступенями. Все упаковки Тик-так не случайно выдают одно драже за раз при открывании. Крышка имеет ту же форму, что и конфета. Переверните контейнер вверх дном, осторожно встряхните его и медленно откройте. Между пазами крышки будет лежать одно драже. Если вы открываете контейнер и трясете его до тех пор, пока пять или даже больше дрожей не попадут вам в рот, это означает, что все это время вы ели Тик-так неправильно. Раньше помпоны на шапках были не только модными аксессуарами. Их пришивали, чтобы моряки не бились головами, а слишком низкие потолки на кораблях. Дамы и господа, прошу поприветствовать нашего специального гостя мусорный пакет. Канадские изобретатели создали этот незаменимый предмет быто около семидесяти лет назад. Сегодня есть огромный выбор пакетов всех форм, цветов и размеров. И если вы думаете, что у них только одно назначение, у меня для вас большой сюрприз. Они даже могут спасти вас от нежелательного общения. Но об этом позже. Что если я скажу, что вы всю жизнь неправильно использовали мусорные пакеты? Если присмотреться, то вероятно вы заметите, что шов пакета вывернут наизнанку. И это не случайно. По сути, вам не надо трясти пакет, чтобы открыть его. Достаточно надеть пакет на мусорное ведро, как шапку, и протолкнуть серединку пакета на дно ведра. Не волнуйтесь, вы не единственный, кто этого не знал. Этот революционный лайфхак разошелся по сети и набрал миллионы просмотров. Представьте, что вам надо покрасить волосы, стены, или быстренько слепить кружку из глины, но у вас нет защитного костюма. Хорошие новости. Его можно сделать из полиэтиленового пакета. Это займет меньше минут. Просто найдите достаточно широкий пакет, который на вас налезет. Вырежьте дырку для головы в дне пакета и две дырки для рук по сторонам. Вуаля! Еще можно сделать шапку из другого пакета, чтобы защитить волосы. Закончив работу, можно помыть самодельный костюм и использовать его снова. Наш следующий лайфхак для тех, кто не любит тратить деньги. Полиэтиленовый пакет можно использовать вместо дождевика, который все равно похож на пакет. Просто сделайте круглый вырез для лица и можно идти. Его можно использовать сколько угодно раз. Воспользуйтесь пластиковой бутылкой, чтобы сделать диспенсер для пакетов. Возьмите большую бутылку. Это может быть бутылка из-под газировки или геля для стирки. Главное – форма. Она должна быть прямой, чтобы вам было легче хранить в ней пакеты. Помойте бутылку, просушите ее и обрежьте горлышко и дно. Переверните бутылку. Вот и все. Диспенсер готов. Включите воображение, чтобы раскрасить и оформить свое изделие стикерами и надписями по вкусу. Когда дизайн будет готов, приклейте бутылку задней частью к стене на кухне или к дверце одного из кухонных шкафчиков. Представьте, что вы уже давно планировали пойти в поход, но во время вашего идеального отдыха начинается дождь. Не спешите домой. Не хотите класть одежду или экипировку на сырую траву? Полиэтиленовые пакеты вам в помощь. А еще из большого пакета для мусора можно сделать защитный чехол для спального мешка. После дождя он послужит отличной подкладкой под спальный мешок. Пакет защитит его от влаги и создаст дополнительный слой для комфортного сна. Просто наполните пакет листьями и соломой из земли и готово. Большой мусорный пакет может стать вашим лучшим другом, когда вы отдыхаете вдали от цивилизации. Его можно превратить в самодельный душ, туалет или даже кабинку для переодевания. Просто повесьте его на дерево и за вами никто не будет подглядывать. Если вы любите гулять в своей любимой промокаемой обуви, запомните простой способ не намочить носки. Наденьте пакеты на носки. Заправьте края пакетов в носки или штаны, а потом наденьте обувь. Однако есть один очень очевидный минус. Ноги могут скользить внутри обуви, так что будьте осторожны. Еще полиэтиленовые носки могут пригодиться, когда вы надеваете узкие джинсы. Ступни в них обычно застревают. У вас когда-нибудь рвалась сумка в самый неподходящий момент? Полиэтиленовый пакет с ручками может стать аварийным рюкзаком. Просто сложите свои вещи в пакет, просуньте руки в его ручки, и вы готовы идти. Еще мусорный пакет это отличный материал для книжных обложек. Используйте разноцветные пакеты, чтобы сделать уникальный дизайн для любимых пунктов. Вы переезжаете в новый дом и занимаетесь сбором вещей. Вдруг у вас заканчиваются коробки. Знакомо? Нет проблем? Возьмите упаковку больших мусорных пакетов и соберите оставшиеся вещи. В отличие от коробок, такая упаковка защитит ваше имущество от дождя или снега. Особенно мусорные пакеты хороши для складывания одеял, подушек и мягких игрушек. Если вам нужна вакуумная упаковка для одежды и мягких игрушек, просто сложите все свои вещи в мусорный пакет, затем вставьте в него тубу от пылесоса и включите его. Пылесос выкачает лишний воздух из пакета и вы сможете сэкономить место в чемодане или в подвале. Кто-то очень особенный пригласил вас в гости вместе готовить романтический ужин. Наконец-то вы готовы продемонстрировать все свои кулинарные способности, но у вашей половинки дома нет фартука, а вы не хотите испортить свой новый наряд. Без паники, сделайте фартук из большого мусорного пакета. Это произведет впечатление на вашего избранника. Кстати, о стильной одежде. Вам знакомо понятие мусорная пласть? Время от времени знаменитости и модные бренды шокируют публику нарядами похожими на мусорные пакеты. Некоторые из них и правда делают одежду из пакетов вместо ткани. Это популярно среди молодых творцов, не готовых покупать и использовать дорогие ткани. Мусорные пакеты очень гибкие, так что из них удобно делать выкройки. Варианты поделок из мусорных пакетов попросту безграничны. Люди делают из них абажуры, чехлы для одежды, маленькие косметички, органайзеры для косметики, переработанные очки и многое другое. Некоторые даже плетут из них корзинки, сумки и коврики. Смастерить такой коврик весьма просто. Нужно разрезать несколько пакетов на ровные полоски и сплести из них длинную косичку. Далее скручиваем косичку в спираль и связываем или склеиваем все слои вместе. Чтобы скрепить всю конструкцию, можно прострочить косичка может послужить шнурками, веревкой или самодельной лентой для украшения подарков и цветов. Кино это еще одна сфера, где мусорные пакеты могут быть настоящими звездами. Если вы снимаете в помещении с жестким солнечным светом, заклейте окно белыми пакетами для рассеивания света или установки баланса белого. Черные свето-непроницаемые пакеты послушат с затеняющими шторами, чтобы в комнату совсем не попадал Смело используйте белый пакет, чтобы сделать лампу с рассеянным светом. Надуйте пакет словно шарик и поместите его рядом с лампой. Важно использовать светодиодные лампы, чтобы не было слишком горячо. Все знают, что касаться утюгом полиэтиленового пакета плохая идея, он расплавится, но это позволяет создавать необычные формы из яркого и недорогого материала. Как насчет уникальной дизайнерской вазы. Возьмите миску и плотно накройте ее бумагой. Затем оберните миску подходящими полосками пакета. Далее накройте еще одним слоем бумаги и аккуратно проведите утюгом по всей поверхности. Вуаля! Полиэтилен расплавился и у вас получилась новая стильная экологичная ваза. Мусорные пакеты могут производить крутые звуковые эффекты. Если вы в пустыне, где не бывает дождей и вам надо воссоздать тот самый расслабляющий звук, используйте пакет. Лучше всегда отвечать честно и по-взрослому. Но если у вас не получается, вот быстрое решение. В следующий раз, когда вам позвонит кто-то надоедливый, не надо объяснять, почему вы не можете разговаривать. Возьмите мусорный пакет и пошуршите им в микрофон, выкрикивая «Алло, алло, я вас не услышу», признайтесь, вы так уже делали.